еще не пошла локалочка пошла аспирант спасибо как владивосток как впечатление ну владивосток действительно оставляет от себя впечатление санкт-петербурга плюс плюс к чего чем там же не сравнивала интересно то есть а и плюс что-то что-то южное так скажем ну типа сочей много гор отличные виды много морепродуктов хавка кошка пришел в вопрос от кошка сейчас подождите так я не знаю таргетинг еще не может на твоем на твоем компьютере кто-то сидел другой человек и как бы таргетинг такой сработал что не твой домашний компьютер правильно это самый папа маши маме ручкой попробую в камеру это самое пока у нас конечно будет интервью с кошкам видите хавка сзади живой здоровый здоровый такой вообще раз уж это здесь и раз уж есть время михаил давай мы с хавком интервьющику бахнем коротенькую да почему нет у нас все равно есть пять минут а руки пошел мы хорошо или цифер там ходит на заднем плане а микрофона хавка не слышно тем более видите сейчас он придет все будет слышно не переживайте все нормально вот интересно еще где кстати мистер лайт на связи он или нет потому что он у меня он у меня оффлайн вот кошка мы болеем за тебя первый матч который мы с вами посмотрим будет не трон против против а люцифера привет а теме центре он центре он центре он центре он да 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 сейчас хошка хошка вернется и мы с ним пообщаемся люци приехал к сожалению нет не люци не лалает не фоги но об этом мы еще поговорим расскажем как как развивались события орки будут сегодня орков на турнире нет хотя кубки которые были специально сделаны они они именно орковские ну ты что-то вот они такие увесистые сделаны из сплава латуни с чем-то где-то по ощущениям килограмма 3 весит кубок так и мы переключаемся на на интервью шичку 1 пред даже не пред матч его интервью это просто пред пред турнир на интервью здравствуйте здравствуйте только скорее всего мне надо будет потом избавиться от ближе подвигаясь мы должны быть с тобой приблизительно одном и том же уровне для того чтобы камера работала привет хапка здравствуйте майкер здравствуйте ой понеслась бобер ну ты уже не первый раз приезжаешь в место где где это самое где пять шесть семь восемь часов разница как ты прошел акклиматизацию в этот раз принципе нормально самое главное это ночью уснуть по местному времени проснуться и тогда как бы нормально принципе учитывая когда я в пятницу утром прилетел с воду же не если бы в субботу играли было бы вот наверно тяжело сегодня уже полегче ну что так уже нормально главное адаптироваться адаптироваться да для себя наверное новость о замене когда на тебя настигла это было внезапно до во вторник кажется я проснулся и говорит есть вариант полететь игре долгий и ты быстро сорвался и полетел но я как бы он говорит руссбрейну напишите потому билеты купит ну там я так понимаю изначально когда я плавно и план были наверно еще в апреле ну да ты уже примерно сориентирована я помню то есть дримхак же они после летнего дримхак ну точнее да это летний было которая осенью весной и который сейчас это типа уже осенний хотя на летние они наверное дримхак уже там даты поставили за это конечно корейцами неудачно здесь получилось да но до последнего мне было понятно когда конкретно будут проводиться финал азиатского дримхака и причем там изначально же можно было ловлю отсюда сыграть насколько я понял просто там рейс какой-то отменили который прямой насколько я понял от руссбрейна ситуация была такая что до принятия решения о том что можно играть онлайн лолайт отказался от участия на турнире и хронология была именно такая что он отказывается от участия тебе предлагает прилететь а потом принимает при ну решается что часть участников будет ну тот же самый фоги ложь не пустили тоже но и люцифера он вроде даже не не стал пробовать зато билеты то есть смысл в том что на тот момент когда принято было решение играть онлайн лолайт уже сказал что он будет играть на дримхаке там просто еще проблему что если он не будет играть то им там какие-то пенальти поинты сделают да 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 в принципе так как бы их много там не включил еще что-то там то есть там при джонни кейдж и спайрал по моему играли без вебки да как он часть то есть у них там из призового заберут процентов 20 там плюс минус там на разных турнирах разные типа допустим там не включил в 50 долларов второй раз не включил x2 уже да спарил говорил что из из его там 400 баксов останется только половина как-то так ну в общем он посчитал расстроился зачем как бы ты же можешь включить тем более изначально они еще не покрывали ничего сейчас они даже если у тебя нет вот камерам эти 20 евро пришлем да 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 логично ну хорошо ты сегодня твой первый матч будет сразу против фоги чем это непростой противник естественно он еще из дома играет как ты оцениваешь шансы свои его ты будешь играть он не слушает наверняка спит на сейчас посмотрю на всякий случай да не максимально будет высыпаться да 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 он спит еще я не знаю что посмотрим как покатать надо еще видишь и мониторы с определенный такой цветопередача и немножко некомфортно надо сейчас еще раз кликаться и подумать я вообще не планировал как бы это турнир то играть потому что там были всякие вот эти дрим хаки в голды времени вообще не было я думаю эту недельку отдохну там уже собрался какую-нибудь игрушку на стриме пройти я слышал ну вот такая неплохая ну по крайней мере по первым консольный вроде нет нет ну на пока есть надо пока есть таки и я думал отдохнуть эту платье что прилетишь это ну давайте нет тем более уже из-за всех этих запретов сколько уже не летал на какие туда хотя бы выбраться и я в принципе впечатлен город очень мне понравился сам местный живописный но с дорогами проблемы каждого не в плане плохие дороги но это просто из того что ты-то вверх ей что вниз и я мы еще это не асфальтированы местами это обычное дело хорошо есть какие-то заготовки у тебя спрашивать зоги будут ли сюрпризы но если какой будет сюрприз если ты о нем сейчас расскажешь правильно да арктон отвечает за тебя что ты пересматривал игры джонни своги вообще мы вчера общались в китайском ресторане это был конечно отличный флешбэк потому что хавка уже не первый раз мягко говоря в китае и вот это заходишь и сразу запах вот этим китайским арестиком вот но просто и да конкретный запах имеет если допустим куда не зайдешь там не знаю там борщом по будет пахнуть русском ресторане или там в грузинский да 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 а тут блин сразу этот запах это как блин окей и ладно раз брейна решил устроить ну хорошо покормили зато правда выяснилось потом что кто-то не говорила я так понимаю да из того что я не стал с ребятами как бы заливайся антисептик принимать немножко подкачало меня здоровье вчера вечером нормально единственно только я вот не знают от кондера дома там где живу либо просто походила меня надул немножко горло простыла зашел в аптеку таблеточку и гранж он хуже не стал это кстати не только у тебя у нас наверное из группы в 8 человек у трех проблемы как минимум и не трон подходит не трон у нас будет много еще хороших интервью вот играть а я не знаю мистер лайта нет судьи главного нет давайте создавайте чё смысле без судьи тогда можно хостом хостом выбираешь друзья учитывая то что у нас разница в семь часов с москвой сейчас очень многие люди спят на основном себе в записи начала будут смотреть на импоте да уже у нас где ближе к полуфиналом тире там уже кто-то вот и у нас судья судя по всему тоже проспит начал хороший судья я могу судьей быть отдельно на самом деле здесь люди весьма самостоятельные то есть о чем мы не захватим что ли сами карты что ли не черкань он это когда у тебя турнир на 64 человек единственное как бы судья нужен больше для того чтобы какое-то спорное решение вот типа по хостам но он уже написал по хостам выбрал решение конечно помошнить потому что я считаю что его понеслась давайте особенно люцифер он вообще в самом лучшем варианте он сидит дома у него сейчас комфортно а ты уверен что он там нет дома смотри-ка мы видим даже люцифера он дома сидит до люцифера комфортное время для проведет проведения турнир то есть как там у него сейчас 12 у нее 10 утра до полюзи он под речком под речком розовенький такой он даже одел свою форму смотри фирменную в тиме да так вот он в отличный там то есть дома сидит может в любой момент отойти там поесть там не знаю на стриме слушай по пингу тоже у нее все хорошо фоги как бы да у нее там очень раннее утро в принципе фоги про наложить спать и принципе там 8 утра стандартно спать да ну то у него плюс-минус так вот он тоже из дома играть и мы будем на равном пинге с ним хотя изначально light писал что коз будет хабаровске то есть у нас будет прям 30 пинку фоги там сотка юлициферами там 50 где-то но как как бы в принципе пофиг но у нас короче будет не преимущество нет то есть никакого нас преимущество наоборот в плохом ситуации из-за адаптации смены своих поясов в клубе играем не на своих компьютер да вот опять же но зато вы в город посмотрите не я уже до посмотрел мне понравился ты первый раз во владике я тоже так далеко я не забирался покупаться немножко не успел я просто вчера да я по утром пошел позавтракал думал это обратно вернуться взять плавки и покупаться потом что-то думает да я так прогуляюсь а еще в черной футболке пошел и джинсах вчера жарко был да я просто как бы уже весь потел прихожу обратно сразу в душ ну и как бы плавки не взялся за там прям ребят там единственно это придется негде либо на пофиг так вас вода немножко резновато именно которая в городе то есть надо куда-то ехать уже но температура в море 2324 градуса насколько я понимаю для меня было тоже удивлением что владивосток находится на той же самой широте что и сочи например вот поэтому да что говоришь краснодар снова кажется и сочи тоже артон поправь пожалуйста 43 кажется параллель и сочинская в том числе да станешь к и танюшка выл она же вл не просто так это владивосток кто не в курсе танюшка местный стример она устроила вчера экскурсию я забавная история просыпаюсь вчера где-то в 10 и в 11 на завтрак просто вот выхожу из свой дом там я рядом с площадью мы не дома апартаменты апартаменты ну там типа квартиры переделаны под комнаты и там пять этих номеров такие небольшие с двухэтажными кроватями и просто выхожу еду короче вижу знакомых ну что там скорее всего уже не трон готовится к первому матчу да они должны какие-то здесь какой мы ползем а ты отлично подготовился смотрит во вторник сказали не ну ты же помнишь ты те же самые карты что и на квалификации нет они уже тогда появились они должны они же появились месяца 5 наверно discord discord о зрительские места класс диваны уютный кандишка да 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 у как это же ледовая арене дара дара дает змей при приезжайте друзья если вы во владике вход свободный абсолютно ледового ледовая арена змей так и тагир 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 это змеи никнейм такой до этой а и судья пришел ей доброе утро доброе поздал на четыре минуты да ничего страшно он написал за час нужно быть или это разборит за час написал так и я должен открыть что ты хочешь чтобы я открыл рцг ивент иван конкретно нет а где именно где мы а тебя нету груди нету понятно главный стример даже в группу где название будет крикнуть кто-нибудь и все доброе утро михаил как обстановка в ладике сегодня матчи будут сегодня у нас от и до все матчи будут дропа немножко для меня смущает что дропа еще не поздно немножко либо снизить битрейт либо не здесь на ристрим его мы на самом деле стриме на стриме что жизнь я думаю что и твич в таком регионе будет проблемным так скажем вот мы находимся в гостях как раз у товарищей в арене и интернет здесь хорошие там гигабит гигабит да но до московских серверов 20 мегабит но этого не до японии тоже 20 мегабит так что не знаю как тут будет идти у вас на гуге нет сервер который куда-нибудь там в новости как нет настолько московский то есть если в воде востока стримеров не очень ну получается так получается так ну чтож чего еще какие вопросы да я думаю мы стоящим пообщаемся я просто пообщаемся да я пока летел уже всяких историю произошли там в самолете узнал чувак меня в туалете в туалете опасно в туалете аэропорта узнал что ли ну я в маске просто вот и узнал по этой футболке там или кофте меня тоже пообщались лицухи и по и в пятницу с дашей пантер очки гуляли по набережной а пантер очки еще здесь но она уже уехала танцует и на гугеме тоже и мы короче не гуляем там по набережной чувак идет и говорит а вас случайно не вызовут я такой нет но за популярность но вы с играми связанные глюда геншин импакт играет варкрафт играющий игры даю какой не говорит я хавка он такой ну нифига сначала с нейтроном мог попутать но он так в лицо видимо не особо знает у нас аркада была в аэропорте наши товарищи роман и алексей за 2 минуты до отправления уже автобуса последнего 2 к самолету прибежали когда мы проходили паспортный контроль подошел такой здоровый мужик павел в аэропорту сотрудник михаил рида xcom отличная игра я понял что это же тоже наши наши везде поэтому всем большой привет если вы увидели подходите не стесняйтесь нам очень приятно конечно никнеймами вот этими вот видеть живых людей самых равных чтобы за забанены не подходили да я уже сто лет не банил ну посмотри сколько у меня забанен их вот-вот серьезно на твиче план зрителям да на стримфест еще михаил лисецкий приглашает недавно где список забанен их ну что это такое вот так вот как так это это как же времена фафа когда за краба банили за краба за крана человек спрашивает здесь здесь и взять кофе кстати если возьмешь кофе при сбивании потому что мы когда с разбраином завтракали тоже я пошел на завтрак и в третьего потому что мне посоветовал столовой я не успел кофе взять смотри то макс говорит час бы примешь и про твич говорить я больше просто слушает отчет чё тоже испугался тоже пошел только смотреть на твич стремится чё на губе не на мне вайтера как бы запретил ой запретил у тебя партнерка прям да естественно как ну и как тебе без без гиги сушь на бутгейме токсичная аудитория у меня достаточно эти не поддерживали что вообще тут хав ты чё там как опять ну бас играет в комменты зайди хавку баска миша против меня болеет ман вчера когда раз разговаривали в этом наговор просто наговор играю с фоги он за фоги дует за кого мне еще фомболит играют джонни кейджем он же джонни кейджи болеют ну это ладно это может быть это произошло с более того как ты ливнул на сейчас буду играть с фоги вот посмотрите как он топит за фоги понимаешь я все я уже перестал смотреть то вы танцы от суши змей из серьезный привезешь кофе то возьми какой платы или капучин но мне смогу дай на месте проведения есть рукам и холодильничек и там только холодные напитки и снеки так что если что вы приходите что случилось кто отвлекает нас вот господи 1 2 итак где у нас там первая игра где у нас разве чтобы тебя в конфу добавила дай не в конфу меня вполне нормально видишь я здесь нахожусь там просто как будет черканье карты вот у нас нет у нас нет сцены с картами кстати да вот заодно ты как бы увидишь что карта почерпать до змея с несложно просто америка нам побольше я буду кофе бахать вот ну давай это самый динамичнее хапка еще напоследок 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 на мы еще с тобой пообщаемся да мы с тобой пообщаемся я просто хотел лишь в идеале конечно если бы мы тут все собрались все варкрафтеры которые не смогли приехать взялись за руки и по цене матч учитывая что мы четвером тут как бы на целый день можно было матч сыграли пошла интервьюшка да 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 нет я ты я только заведешь она я для этого и взял второй микрофон для того чтобы была возможность куда угодно ты хоть с ним можешь в этот сходить в игровую зону если или в туалет как нейтрон дело в свое время интервьющики я помню ходил видосики записывал так мы ждем начала первого матча у нас замечательные есть редактор у михаил лисецкий который который что-то делает а у нас уже есть уже у нас есть первый game name и я зашел все короче у нас впервые сегодня впервые а что что с пингом у нас впервые как видите сегодня будет какой-то более более особый продакшен который предполагает наличие камер с участников например предполагает предполагает собственно карточки матча мы естественно подсмотрели по быстрому на коленке вчера это собрали за пару часов михаил лисецкий будет переключать сцены заполнять у нас даже сеточка есть михаил покажи нам пожалуйста сеточку что это где где на нее можно посмотреть вот и сегодня мы отыграем с вами от и до всю сетку на четырех человек дабл элиминейшн бог 5 и сегодня мы даже 7 финал бусин есть какое-то преимущество финалиста сверху прекрасные вопросы которые тут же мы переадресуем мистер лайту кажется мистер лайта еще в это подключить было тоже с прямой эфир судьей все вопросы но он я уверен нас слушает просто сейчас и в курсе происходящего не трон уже в игре насколько я вижу а вот люцифер пока еще не подключился они в какое-то время подчеркают карты в общем но есть у нас время и сегодня мы узнаем весь топ-4 то есть мы даже буквально денежку выдадим если вам захочется конечно денежки я так понял почему розбрэйда тонкоман за их или это это я от него и вода он просто видимо после вчерашнего нашего обеда хотя не он платил кажется но в китайском ресторане огромные блюда мы взяли по два блюда и рассказал уже на стриме про официантку нет профессор к не расскажу давай расскажи ли я расскажу расскажи в общем официантка там как бы китайский ресторан в основном китайцы но была девчонка русская молодая и мы выбираем что брать и по-моему ты между креветки хотела сказать да они нет артон сводом короче говорит вот эти креветки можно она говорит они не вкусные официантка в разговоре не бери это ну в общем посмеялись и такая она веселенькая да отличная история не она на месте было интересно если вот это как посмотреть именно как записать на видео было бы реакцию просто просто приходишь в ресторан так вот этот мясо стейк вполне вкусный да нетипичная реакция стрим 5 утра но мы его владивостоке друзья мы начали в 12 часов по местному времени и у них кстати отличный пинг они уже хотят начинать ну давай я тогда пойду оставляете да хорошо но я думаю что мы еще по обязательно давай ты раскликайся там видел ты граби убил красава ну что давайте посмотрим наверно на кубочки которые специально были сделаны местной конторой а это не простые блин медальки шоколадные это кубки из сплава латуни которые которые были сначала причатались на 3d принтере потом выливались форму гипсовая потом заливались еще каким-то сплавом латуни это орг с перевернутым табуретом нет это орг с на местной достопримечательностью мост как называется русский мост русский мост а мы вообще в игру должны перри переходить потому что у нас пошел обратный отчет и давайте посмотрим работает ли у нас нифига себе у нас даже камеры работают я в шоке спасибо большой михаил не судите строго за наш продакшен мы первый раз пытаемся это сделать но погнали первый матч первый матч ой даже у нас карты кастомные вы посмотрите russian cyber games и даже работает бустер я в шоке болеем конечно же за нейтроны зум 2 500 ой как красиво ой как красиво и варкрафт в классической графике всем большой привет друзья хорошего настроения доброго утра просыпаетесь сегодня весь день там часов 8 и флаг с гг ё-моё красиво мистер лайт такую карту сделал у хорошо не ну баш какой зум мы на стандарте мы не киберкотлеты все должно быть максимально универсально кастомизируйте отзумливаете самостоятельно как хотите герои рандомные не 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 тут все серьезно на самом деле призовой фонд в размере там четырехсот там тридцати тысяч ну короче пять тысяч баксов даже больше 5 200 что ли 5 5200 долларов весьма внушительные для для топ-4 поэтому тут не будет никаких там поддавков тут не будет никаких хиха не каха ник я конечно буду развлекаться как могу и при этом и при этом игры будут очень серьезные поэтому держитесь пошла разведочка первый кипер естественно у нейтрона герой который открывает почти все мы чапу эльфа в данный момент ну и здесь дк первым героем чуза здравствуй без хихоник хаха не не ледоколочь но мы-то ладно мы-то можем ржать как хотим просто хотя не трон я думаю что и после матча придет веселенький один только момент друзья я сделаю для вас постоянно отображение здоровья и это уже получается наверное последний хвост по настройке который необходимо было убрать кипер крепится выпадает повторю сер клетка это самый лучший артефакт для кипера и для не только для него на самом деле для каких-нибудь дпс ников типа лича ну для деки слэш лича для блэйда это для блэйда тоже сер клетка очень хороша особенно после того как когти сделали минус 6 минус 5 до да прибегает дк лучница уже в сетке к сожалению лучница подставляется нейтрон пытается ее сдать хотя бы на нейтралах нейтрала ее убивает но начало для нейтрона не очень хорошее ой-ой-ой-ой-ой потому что минус арча и минус криппинг а колед пришел посмотрел born for a горит мишкир михаил гг-майкер кореец это по итоги за кивидах отключений да к сожалению не смогли к сожалению не смогли не лалает не люци об этом еще мы неоднократно будем говорить вот но 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 все равно турнир состоится и пара игроков здесь то есть половинка так скажем надеюсь что лучшее поэтому посмотрим но будут кстати вебочки дистанционно то есть и фогич и люци мы видим кстати люцифера сейчас хоть и в маленькой камере но все равно видим его хотя его не пригласить будет на интервью по понятным причинам так гулька не могла выйти через forest кстати через forest walk она же уходит она же должна если у нее есть бревна проходить сквозь своих по крайней мере где чатик на трансляции мы решили не перегружать все-таки стрим чатик на трансляции даже сам аспирант предложил это сделать я не стал я буду общаться с ним я озвучку убрал потому что отвлекать она может быть мой может будет хотя сам чат наверное имел смысл вывести так кипер с мантий причем смотрите что он делает он параллельно с энтами свежевызванными и арчами крепится на экспанде и при этом подрезает ну пытается подрезать гулей разводит деку на на лечение тут кидает койл это добивание было со стороны кипера кажись а может показалось армию игрока атакуют ох и окружает козла вот этого конечно люци молодец прям прям старается майкл молодец майкл очень хорошо работает и околи тут рядышком он тоже может быть не просто так потому что ну потому что может поставить особенно после того как утащил телепорт посмотрим пытался сделать разведку иллюзии он догадывается что там x но все равно было бы неплохо перестраховаться и околид стоит думает видит козла сейчас точно будет но не будет прямо сейчас ставить x пта еще виз приходит для того чтобы видимо землю проклятую от диспелить алхимик вторым героем кстати не совсем стандарт такое впечатление что будет два иншин то винда вообще у нейтрона либо будет переход какой-то в т3 либо будет два иншин то винда для 2 иншин то винда то есть у вас по сути сейчас если мы выбираем из стандартных стратегий эльфийских против андеда на этой карте картика по крайней мере это вариант через hunter's hole лорница и demon hunter в лейд в медведей и второй вариант это по такой старинке можно сказать через кипера алхимика и гиппогрифов и фейриков очевидно что дима берется для того чтобы играть в затяжную игру чтобы demon hunter мог прокачанный там 3 4 5 противостоять андедовским героем чего не может сделать ни алхимик не не кипер уж тем более вот а в алхимик берется ну для оситки для фокуса главным образом то есть когда у вас появится первый гиппогриф когда появятся первые феррики у вас будет довольно неплохая неплохой кулак задача которого будет выщелкивать некро арахнидов прости господи пауков короче говоря и вам минус армор и для фокуса очень подойдет что выпало погримушка плети так себе артефакт конечно для для эльфа увы вы хреновенький такой артефакт но мне нравится что нейтрон умудряется в разных точках активничать то есть он подразводит немножечко деку может быть даже на телепорт удастся подразвести при этом он крепится весьма неплохо судя по опыту алхимика кого-то дерево все-таки добила козык без телепорта персоналку делает развлекает как может и первые гиппогрифы наша задача достроить где-то 5-6 гиппогрифов по количеству арчей закинуть арчорок наверх не забыть кстати про артефакты взять перчатки прокачать алхимика до 3 желательно взять хотя бы один цветок лечения хотя это не обязательно потому что а я начал себя слышать с слева и это это очень непривычно ладно я наушник надену если есть возможность меня чуть-чуть сделать потише в в зале где происходит прослушивание потому что себя слышать задержкой в пять секунд это такое себе так задача нейтрона по таймингу отбиться то есть он сейчас пытается для себя понять что будет делать андет он отсекает возможность постановки базы за счет вот этой вот разведки очень грамотно делает надо сказать и при этом при этом он ну активничает то есть у него есть экспант у него он еще при этом гулю отрезает какой молодец козел подставляется очень красный козел передает ему большой инвул дк подставляется дк битый минус козел как инвул не прожали вот это уже грубая ошибка от нейтрона козел выкупается но козлику передал инвул но нового в отличие от койла летит мгновенно понимаете и но в это была первая но урона хватило для того чтобы козел отъехал а это уже опыт для для андедовских героев мы пытаемся получить третий здесь на надо свиток все-таки взять мана стили не оставляется надо надо закидывать арчу наверх на гиппогрифа надо пытаться вы вы но у нейтрона пока нормально все все еще нормально он пытается он пытается восстановить светоплечения использует противник нападает 45 лимита на 48 у нейтрона на руках 660 голды блин и есть и делает телепорт на x пытается прикрыть барак гиппогрифы летят и сетка сразу феррика не превращает нормально алхимик вынужден делать инвул минус 1 гуля минус 2 гуля минус гиппогриф минус гули это да но что делать с тем же самым алхимиком я не готов был к сражению нейтрон ну на руках 600 голды увы минус 3 гиппогриф уже люци его кажется съедает четвертый уровень дк первое первые блин у нас кажись комом идет да не готов был сражаться не трон недоконтраливает дико это у нас гг боли вот это да и люци конечно люци триумфально там скинул руки пошел сразу умываться они троша у нас озадачен озадачен блин ну как так то так я не знаю работает ли микрофон или нет работать микрофон или нет но я всегда мечтал это сделать ну как так не трожь ну чё такое ну почему он девчонки до контроля таки про почему отдал можешь нормально все давай соберись соберусь давай давай так ладно возвращаемся потихонечку всегда хотелось знаете всегда хотелось подойти и как бы это самое чё то чё так ну что вы все видели на самом деле ой кажется сейчас было звук неприятный на самом деле у нейтрона все было хорошо до дачи кипера и до сражения на экспанте то есть сражаться конечно надо было но возможно не так стоило чуть-чуть лучше подготовиться типа выйти из лимит хотя он потратил просто на кипера на выкуп на еще там 300 400 голды и все скорее всего это зарешало поэтому а так было все хорошо то есть у него был отличный лимит вот у него было все замечательно но к сожалению сожалению не хватило не хватило лимита чтобы отбиться и контроля не хватило чтобы отбиться посмотрим что будет нам во второй игре вроде мистер лайт уже готов готов стартовать нейтрон к сожалению проиграл счет быстро меняешь да конечно раз поменяем быстрее счет эх что же делать ладно шансы еще естественно у нас есть надо попытаться попытаться собраться и по сеточке как вы видите у нас начало такое не очень не очень радужная ну ладно ладно только начало давайте не будем не будем сильно грумповать возвращаемся наверное в игру наверное в игру сейчас я вернусь прошу прощения игра так и только не трону я не тот счет добавил ну что михаил прогулял весь весь это самый весь продакшен погнали погнали но если было 600 голды на руках мог иметь больше лимита надо да и если он еще козла не отдал на 3 козла мы выкуп ему нужно потратить там 340 340 гол голды вот и еще лес и еще время беда тут арктон спаю ах ладно потом еще пообщаемся поехали стратегии скорее всего меняться не будут то есть мы хотим подождите стартовой стратегии меняться не будет а что касается стратегии на т2 и второго героя вполне вероятно что-то будет другое посмотрим но опять же просто просто козла отдал просто сыграла слишком агрессивно просто не поражал инвал просто не потратил деньги а в темах когда ну в играх которые завязаны на тайминговые пуши как вы знаете такие ошибки очень дорого стоит то есть ты не можешь так просто вот взять и отдать своего главного героя если у тебя там грядет атака околит подставляется хорошо дк выходит с базы начинает скриппинга зеленой точки не трону выпадает сразу классный артефакт то есть большая бутылка жизни наверное даже лучше чем большая бутылка маны если если мы говорим о стратегии ну во первых это предмет бы помог в прошлый раз сто процентов ну ладно это уже совсем другая история выпадает мантия тоже все ровненько приятно видеть логотип гг на к на карте это мистер лайт сделал молодец привет рокс райт всем друзья доброе утро я уверен что у вас день только начинается воскресный день мы во владике разница в семь часов я все никак не могу привыкнуть к разнице во времени мы здесь на турнире рцг куда почти приехали куда приехал пола ой хороший диспл только не успел немножечко так прикопка идет энты попытка добить от нейтрона хорошая но недостаточно хорошая высасывает ману козла сразу манодрейн использует но гулька все равно падает динай нет очень хорошо сюда приехала два человека из четырех это хавк который экстренно заменил лала это и нейтрон который собственно отобрался и дистанционно у нас играет фоги и люцифер я только пытался заснуть не смог так что уже 20 час бодрствования нас тоже тут творится у многих не все перестроились я действительно пытался и вроде как вчера я встал в 9 утра при этом лег спать в где-то 12 часов но все равно и проснулся в 4 часа утра и не мог заснуть почему хавк заменил лолиту что лолайт отказался от участия в пользу дримхака азиатского к сожалению об этом мы еще поговорим я надеюсь еще русбрейна расскажет тут тут было очень много организационных вопросов организационных проблем и но связанных в том числе с эпидемиологической обстановкой в разных странах но хорошо что хавк очень быстро сорвался не рискует койл койлом добивает огра как вы видите гуля минус 1 на 3 дк получила козел уже подставляется минус 2 гуля у а это хорошо для нас две гульки на таком криппинге плюс вот этого третья гуля для люци делает конечно разведку но вряд ли он что-то сможет сделать с этим экспандом еще можно было четвертую гулю но это было бы слишком опасно а менять бутылку большую на гулю это расточительно слишком арчи приходят непонятно зачем просто одна потерялась вторая тоже не уйдет вот это странный мув был там есть просветка минус 2 арчи на ровном месте даже третье можно потерять что что вот что они здесь делали что они здесь делали вот а ноги здравствуй привет спидкор всем друзья здрасте доброе доброе утром блин вот вроде нормально все было потом хопа минус 2 3 арчи и все армию игрока минус 3 арчи и уже и крепится сложно понимаете минус 4 арчи ё-моё демон хантер стратегия как вы видите через хантерс холл у нас через лорница через медведей не трон хочет сыграть в лейт ну пропиши ты ему берна последок прописал но тут подходит лич у нас не хватает виспов нам не хватает виспов нам нужно ставить базу нам не хватает виспов нейтралы здесь на самом деле жесткие бо 5 бо 5 друзья бо 5 причем дабл эллиминейшн мы с вами будем сидеть по ну до вечера до местного позднего вечера я думаю часов до 8 до 9 до 10 учитывая что у нас фул дабл эллиминейшн хоть и на четырех человек но это значит что если где-то 7 матчей до трех побед запасайтесь едой заказывайте там не знаю я буду я уже начинаю переживать на самом деле сначала вроде как хихоньки хахоньки да вот первое первая карта отдана на второй карте уже начинаются сложности нейтрон видно что старается и я знаю что он может я видел что он может тут гарги и ничка ее мое мы зимнули в ничку жалко добивая дерево но он законтролился понимаете это я там стою а он здесь кипером ловит нет крип на крипинге подрезал две гули но что делать экспандом и он при всем желании не мог бы этот эксп законтрить потому что по такому таймингу он крала классному ставится что можно было раньше козлом конечно попытаться но это прям гарги экспант теперь видит нейтрон что здесь вообще два зигурата палевно стоят то есть это явно такая ну не то чтобы провокация но это втык это люци втыкнул с позиционированием потому что есть мастерская и можно взорвать и на самом деле с рядами сам бог велел это делать ну и фогич тоже любит подрывников покупать если есть возможность такая если есть на карте такая опция не знаю будет ли делать нейтрон нейтрон выходит в т3 у него 40 лимита у него самого экспант начинает работать даже пуже чем у андеда и выставляет зигурат в смысле слеп все равно можно взорвать кажется подрывники проходят мимо то есть они по размеру как рабочие ну или как ополченцы то есть они мелкие очень но есть проблема в том что они просто могут не добежать если противника гарги и хорошая разведка как следствие сами подрывники сколько у них там 100 хп 100 хп то есть первый койл и до свидания или первое но дима докачается до 3 автора моноберн это очень хорошо тут лич тоже начал уже за затариваться перчатки когти и так это это очень опасная игра стальный шар давай сейчас свет куда-нибудь камера мотор на мейн чё подрывников берет вот это очень опасный момент очень важный очень опасный момент противник на красный мы можем его крип джекнуть а можем не крип джек эти пойти попробовать взорвать его давай родной давай можно попытаться правда противник забирает ну погнали ну погнали не успевает а ой не успею сейчас палец еще ой на гарги с палец быстрее а сагарка увидела горгу видела успеет не успеет взрывает только один зигурат грамотный людска конечно капец мега грамотный он и красную точку забрала зигура дашь не отдам моноберном откидывается но димка битый телепорт приходится использовать ее пресса ты очень долго зевал очень долго думал здесь бегал и вот эта гарга прилетающая дала время и противник пас закрепил красную первую такого врага там когти выпали до плюс 12 как же пулу какое начало ой какое начало долго собирается не троши сидит на лимите 50 майкл уже выходит из лимита попытка поставить базу на халяву не увенчается успехом потому что там красные за не зачищена полностью 3 или 4 дк у нас нас герой хуже у нас герой и хуже по уровню и хуже в принципе и не факт что нам позволит эту красную крепить минус дрядка да у нас есть торба хорошие моноберны козлик пытается убежать и прожимает телепорт потому что сейчас бы сажал кого-нибудь и новый убил да привет почему некие игроков перепутаны местами они это самый они по-разному всегда и в что в бустере что в игре появляются поэтому как в каждой игре веб переставлять я думаю будет не очень правильно больше времени потратим первые медведя появляются очень плохое позиционирование от нейтрон до теряет ряду еще одну моноберна 67 дерево пытается прикрыть строительство третьей базы как же тяжело ему как же ему тяжело но не троша и что он делает правильно он сидит в лимите 50 это правильно он ставит третью базу в качестве ответа на экспант врага это тоже правильно он пытался не дать противнику по прокрепить красную вторую это тоже верно но вот сейчас разница по лимиту уже очень серьезно 70 лимит на 55 игнорировать этот большой лимит гарк уже сложновато довольно быстро при помощи арбы фокусу убирается убирается главный этот бамбр гарги начинают убивать дриадок первая гарга минус о лич лича на инвул развели но правда козел чуть ли не умер вынужден делать телепорт вроде как нейтрон делает правильно все ну то есть он исходя из той ситуации в которой оказывается он действует абсолютно верно абсолютно верно но сама ситуация просто хреновая у нас сейчас потому что майкл уже 80 из плюсов у нас это это то что не выпала вторая аурная аура на красной точке выпало всего лишь там 5 5 ловкость сила но сейчас что делать учитывая почти 5 4 против 3 7 и 3 ну ладно здесь мы что-то там доберем ну вот что делать дальше нам по хорошему нужно уже димка близкий к пятому уровню чтобы нормально сражаться да мы лимит свой 80 тоже сделаем но лимит дриад против лимита гарк это разные лимиты и противник приходит прям четко на третью базу не знаю как как ему это удается но он очень четко пришел на на эксп за который как бы надо сражаться но хочется сражаться ну непонятно чем то есть лимиты равны но повторюсь эффективность лимита дриадного против гаргного это там еще два свитка лечения ёпка рс а т понеслась не успевает одну дриадку спасти два левела по 5 4 минус вторая дриада минус третья пытается вкусить свиток лечения первый еще минус дриада еще моноберн хороший козел не успевает прожать инвул медведь падает это не то что бгг но я не вижу здесь способов выжить к сожалению слишком серьезное преимущество у люци до добивается базы пытается нейтрон разменять дриад на гарг но дриад умирает больше чем гарг так ну что там люци рад не рад для него как-то мясо не особо он впечатлился судя по всему поковырялся там где можно потянулся и пошел по своим делам до 20 20 шансы конечно есть но они постепенно тают постепенно тают начал хорошо земнул экспант немножечко потерял перед зевком экспанда трех или даже четырех арчей да ну тут просто плюс и все то есть хронология прошлой игры следующие нейтрон убивает трех гулей а потом зевая зевает трех арчей и после этого противник спокойно ставит себе базу которую нейтрон вовремя не исследует если бы он вовремя исследовал он мог раньше кипера туда отправить и попытаться отменить на халяву просто чтобы чтобы не построилась атак она вот а потом все было уже под его диктовку то есть у него была экономика даже лучше чем унитрош у него было все лучше чем унитрош пиансе накормили во владивостоке что такое пиансе интересно нет но видимо не накормили мы были вчера в китайском ресторане потому что руссбрейн сказал хочу китайскую еду вот он видимо раз в год приезжает и ест китайчину вот и мы пошли в замечательный китайский ресторан который прям классический китайский как будто он в китае может ты берешь это интервью берешь это меню на русском языке в котором ошибки который написан шрифтом times new roman со странными отступами вот там обстановка такая соответствующая единственное что выделял этот китайский ресторан от китайских ресторанов китай это русский шансон который заиграл в середине процесса ну потому что большинство посетителей были русские а так круглый стол вращающийся нет но большие столы с этими скатертями застекленные все как надо причем одним из сигналов то что это настоящий китайский ресторан это то что тебе надо заплатить до того как сразу после того как ты сделаешь заказ ресторан называется тоже по-китайски алмаз кристалл это видимо алмаз и перевод еще какой-то на китайском был хорошо посидели большие порции все прекрасно все прекрасно ну табличку мы видели да два ноль два ноль люци выигрывает пока не трону да у нас есть еще есть у нас еще что такое Михаил пытается мне да вот так вот так оно и делается спасибо михаил шансончик зашел да не вы что там еще такой шансончик советую новик посетить вел сани вел видимо владивосток я советую вам посетить мероприятие и уже приходите и у вас сразу здесь будет и нейтрон и хавк и русбрейн и арктонс и нефанда и лисориус и бобер вход бесплатный замечательные местопроведения это ледовая арена тигр вы наверняка кто местный знаете где это находится вход там с торца вторая дверь на второй этаж здесь хороший компьютерный клуб с прекрасными компами 3080 удобными креслами и тут даже стримерская есть со светом вы могли обратить внимание что картинка очень хорошая ну и в варкрафте картинка хорошая и на камере хорошая картинка вот поэтому приезжайте ну давайте болеть из последних сил что называется за нейтрона а вдруг как говорил таксист который не смеялся над шутками радио но непрерывно его слушал а вдруг армию игрока поэтому приезжайте если есть возможность компы шикарно здесь еще столы прекрасные какие-то тоже брендовые с покрытием хорошим с выведенными USB всем что необходимо большой стол ну и моники конечно какие-то там 240 герц хз я сказал майкеру что именно шансона нам не хватает на кг да аудитория то у нас скоро целевая будет далековато из румынии ехать да и далековато и уже поздновато потому что если ты сейчас сорвешься как раз к моменту за 8 часов ты прилетишь вот если бы летел из владивостока в румынию то ты бы прилетел вот прям ровно то есть ты бы обогнал получается часовой пояс и приехал ровно в то же самое время а обратно никак не получится так бэкпэк есть люци пошла бегатня давайте попробуем не пропустить ничего из из опять выторча в зоне риска ну потому что подставил ее вместо того что подставите энтов подставилась арча риплекс здравствуй доброе утро армию игрока атакуют но я начинаю знаете с совестью тоже компромиссы типа 1 арча не так страшно все нормально еще все впереди поставим коа все будет хорошо но на самом деле начало не очень хорошее актер мод всем привет друзья потому что противник от нас не отстает по экспе ну и в конце концов арчу жалко она могла бы пригодиться и тут точка сборка это странная видите стоит молодая молодая видимо пора ставить эксп не знаю почему аааа он ставит его сайфово а люци начинает очень активно крепится как вы видите может быть и зря потому что огур с дубиной довольно больно бьет правда бьет он энтов чуть чуть не окружили козла вы видели как забайтил на свою гульку так прикапывает гулю пытается добить не добивает еще один койл ну по крайней мере вписался до огра правильно диная не было так что опыт получил козлик но лица злой но лица злой наконец-то стримы идет нормальное время да начали мы в 12 часов по местному времени и закончим под вечер по местному где-то под обед под обед московский так ну дальше то что дальше огра мы сдаем потому что кипер пустой это плей офф или квали это уже плей офф конечно же квали 4 прошли в на каждой квалификации был отобран финалист и это кстати первый щегол на текущей трансляции если я не пропустил щеглов других в 3 дк уже а щеглам мы традиционно дарим подписки на месяц добро пожаловать на гудгейм демон хантер демон хантер вторым героем и демон хантер как раз идет подряд а под этой а здесь будут гарги сто процентов под эту карту хотя не не сто процентов там пошел вообще-то три это интересно джетлаг не мучает 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 то что вроде как уже выстрел уже два дня просыпаюсь где-то в девять часов утра и ложусь в час ночи ну типа нормальный нормальный день я все равно просыпаюсь посреди ночи и ворочаюсь уже два дня подряд так у нас сейчас задачи нетривиальные на самом деле поставить экспант не имея ничего это от жары да нет здесь жары никакой здесь очень комфортная температура температура воздуха где-то градусов 18-20 температура воды 22-23 правда вчера было значительно солнечной блин сейчас могут убить сейчас можем вообще потерять нычку ну короче забейте 3-0 похоже ну опять виспов нет недоконтролили забыли про дерево виспы по таймингу никакие и все дерево скорее всего упадет и не не упадет блин молодец нетроша нетроша давай вопреки прям вот вопреки этот бобер ни хрена не шарит ни хрена не умеет а ты давай камбэч просто если бы сейчас нычка упала это все это конечно это можно просто левать не глядя ну виспов то выведи пожалуйста пожалуйста не трон аккуратненько 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 да дерево с грейдом это очень повезло потому что ну не повезло это это заслуга нейтрона естественно так и здесь не будет гарк и это очень хорошо для нас то есть если мы от таймингового пуша отбиваемся массой дриад а это возможно то все ок нетрон видит что здесь прокрепили уже нагу берет третьим героем о 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 и и нетрон только сейчас понимает что идет тайминговый пуш и чем он не то чтобы не готов но вообще все чтоб готов вставчик на диму Так, я предлагаю там модераторам ренегана подбанить А то он что-то какой-то токсичный, мне кажется Говорит, не болейте за нейтроны, я его не люблю А, нету никого, отлично Хорошо Вот сейчас хороший момент для нас, потому что мы две гульки подрезали Противник набрался наглости и начал крепить с точку, которая... Хотя, может быть, он и прав Ай, ну да ладно, стражевый идол Монобер на тройку Че по этому, по... Дестроера словили, ну хотя толку Нам нужно именно фокусить, нам нужно именно фокусить Второй Димка, молодец Свиток, а ну возьми свиток Блин, свиток взял Ставни, ставни, ставни Не... Ооо, выложил медальку про праж Next level, просто next level play От нейтрона выкладывает медальку Просто, если сейчас нейтрош отбивается, то нормально Вспомни про виспов Про виспов на базе Здесь еще протектор вообще делает обычно... Город в осаде Давай, давай, родной Все, вспомнил про виспов На самом деле 50 лимита на 46 И можно попытаться отбиться Только где Димка? Когда он так нужен? Монобер на 50 неплохой Пытаемся фокуснуть... Эээ... И Дриад пытается фокуснуть Мы пытаемся фокуснуть финдов Минус один финд Отлично! И мы отбиваемся! Это дает нам время Еще финда бы подрезать Но не успеваем немножко с финдом Но у нас появляется время для того, чтобы... Для того, чтобы... Ну, как бы нычка на... Может, Т3 тыкнуть? Я не знаю Что будет делать нейтрон с этим временем? Он может посидеть на лимите 50 Он может построить Мунвеллы И правильно делать, что делает Мунвеллы Может быть, реально тыкнет Т3 Мне кажется, сейчас тыкнет Т3 То есть он понимает, что у него есть сейчас время На посидеть на лимите 50 И... И виспа заказывает Ай-яй-яй-яй-яй Делает грейды Делает оболишь Молодец! Продолжается криппинг Соби-маска выпадает И правильно делает, что уводит козла Уводи козла Правильно! Нам нужен Димка И вся Экспа именно в козла В смысле, в Демон Хантера Но противник Не будь дурак Делай догоняющую базу А Нитрон, кстати Делает правильнее Чем я ему порекомендовал То есть он вот этим вот Мунвеллом на 70 Уже понимал Что Будет масить Дриад И будет пытаться Да, и козел невидимый Пошел на Экспанд Хорошо! Если мы сейчас Нам удастся отменить Разок нычку То у нас будет Отличное преимущество По экономике То есть вот эта вот отмена Она тебе Плюс 600, плюс 700 Голды дает Нитрон приходит Сразу прикопку на Акалита Противник, правда Красный забирает Гад И... А что там За артефакт-то? Не понял А, еще ж не убил Еще ж не убил Сколько тебе Плюс 12 Опасный артефакт? Дима третий Дима затарен Хорошо Козлик уничтожает Изигурат От построившийся Прекрасно Люция идет в атаку 65 на 54 У нас больше лимита У нас Димка отличный Мощное зелье исцеления Тоже артефакт великолепный Но у нас есть все Чтобы отбиться Я считаю Дима заряженный На косарь хп Отсутствие базы У противника Там болеют Кричат Просто кричат Болельщики Нитрона Болеют Молодцы И пошел телепорт Вот сейчас важно отбиться 57 на 65 И Люция просто отходит Да нет Он не должен отходить А куда он отходить будет? Ну прокрипит он мелочевку Дальше-то что? Ставить параллельно базу? Да Похоже собирается Не тронул бы деньги потратить У него 700 600-700 голды Опять на руках Хороший бёрн Хороший став Телепортирует Димку Молодец Жалко не выкидывает Предметы Видимо времени нет на это Продолжает давить Абом уже больной Поганище его зовут В рефоржде Два Абома 58 лимит на 68 Но качественный лимит у противника Опасный момент Ох опасный Дима врывается снова Койл новую ловит Бёрн Выкидывает медальку Прожимает бутылку Дриада первая минус Фокус пошел по финдам Минус вторая дриада Закапывается противник Мы не убили финда Мы пытаемся Дистроера отжать Дистроер Улетает На последних хитах Двух Минус финн Только один Козел еле-еле живой Уходит назад Бёрн Нужно по КД Бёрн В нагу Бёрн В нагу Делай Бёрн в нагу Отлично проходит Не знаю Слышит он мне или нет Отличный фокус Сейчас нужно ставить Димку Хороший став Просветки не хватает Только не хватает просветки Ой Дима лечится Минус барак Не отстаёт Не трону от противника Светок лечения очень хороший Дрядкам очень тяжело Под болезнью Пытаемся Пытаемся убить Делаем просветку Минус 7 Дистра Минус 7 Минус 7 Финда Минус 7 Абома Минус 7 второго Финда Да просветка есть Убей Убей Теряем конечно Дриад Но размен Идёт нам в плюс На самом деле 36 на 60 Очень хороший размен Главное чтобы С героями не накосячить С андедовскими Чтобы совсем их не перекормить И чтобы он нычку не поставил При этом Блин Персональный телепорт От Димки идёт Возвращается Димон На поле боя Должен просветить Ещё конечно Пытается Ой можно не выпустить ДК Блочь 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 Ай не успевает Немножечко Эн заблочить Битый Ну хотя козёл Прикапывает снова Что там по диспалу Есть диспал Блин Давай на перехват Козлик Ну все мешаются Это толпа коз И слепой этот демон Который не может прорваться Ну что ж ты делаешь Не тронешься Что ж ты делаешь И нужно Пушить Экспанд Вражеский Нужно затаривать Сейнволами Нужно покупать Свидки Нужно вот это 1300 Блин Голды Реализовывать Конечно же Такое у нас преимущество Нужно реализовывать его Нужно Ой Энвулом Ловит Койл Красиво Моноберн на 6 Вообще не очень Минус Реализовывает уже домой К сожалению Ну не рискуй Ну зачем тебе это Лечится Лечится Телепорт Аааа У него на КД Телепорт Персональный Минус Абом Нага бита Дает бой Нитрон Ну как бы Третью вытаскивает Кажись Не хочется сглазить Но ДК уже Еле живой Ааа Не хватает К сожалению Ооо Наши пришли ДК падает ДК падает ГГ пишет Люци И это победа Сейчас мы На Нитроны переключимся Он уже был выбран Дааа Нитрош попивает водичку Красава улыбается Что-то Что-то нецензурное говорит Что? Воткни А вы его вытащите Можете? Спасибо большое Спасибо Благодарю Попробуемся Так ну что ж Появляется интрига В этом матче Друзья Сеточка Смотрите на Красивую сеточку Это РЦГ Это Владивосток Это Полулан Учитывая Эпидемиологическую Обстановку Нитрон красава Вырвался В родные пенаты Люци К сожалению Нет Ла Лайт Тоже Но вместо него Хавк И Фоги Играет тоже Дистанционно Но об этом Мы еще с вами поговорим Продолжаем Болеть за Юрца И Давайте сейчас Попробуем вернуться Зайти в четвертую игру Ну вот Есть же Есть же Понимаете Вот кто-то Мог сказать Да у него нет шансов Он вообще играть не умеет Но эти люди Обычно В бане сидят Поэтому никто Никто такого не скажет Вот Но вы сами видите Что Страты особо не меняются И при этом Результат Разный Поэтому Хороший знак Так Кто-то из гудгеймовцев Пришел Как раз Из чатика Сначала написал Потом в чатике Написал Это змей Кажется Пользователь Сникновим Змей Спросил Взять кофе Или не взять Я попросил взять Он принес Четыре порции кофе С круассанами Ох Хорошая будет пауза Привет Еще пообщаемся Добро пожаловать Спасибо, что пришли Да-да-да Угощайся, Михаил Так У нас еще есть Что у нас есть еще Давайте на Люце посмотрим Он там попивает Попивает Непонятно что У себя У себя дома Да Надо проверять его Надо проверять Подъедает И подпивает Очень подозрительно Что-то Очень подозрительно Ну что ж Погнали Надеюсь Бустер там будет нормально Отображаться Ох Добро пожаловать Друзья Всем Всем большой-большой привет Спасибо За то, что присоединились Это Russian Cyber Games Турнир Конечно Не о счет Видите Игроки поменялись Местами Поэтому Придется нам На бустере Тоже поменять Турнир С большими Конечно Сложностями Проходит Из-за того Что Во-первых Было Наложение Которое мы Всячески пытались Честно избежать С азиатским Дримхаком Даты которого Были Долгое время Не ясны Вот А нам необходимо Было планировать Сильно заранее Ну учитывая билеты И прочее И ковидная обстановка Когда РЦГ планировался Еще не было Второй волны Старкрафтерская часть К сожалению Была отменена Ла Лайт Кто-то из экспертов Написал в комментариях Что Ла Лайт И мы кикнули Заменили На хавка Но нет Он сам отказался От участия Когда узнал Что пересекается С азиатским Дримхаком А Фогича Просто не выпустили На белорусской границе Там Лис что ли Рядом сидит Да Лисорио здесь Алена здесь Мы после стримфеста Большой компанией Поехали во Владивосток Это считайте Наш такой Отпуск После После стримфеста После работы Вот Тут нас встретили Встретили отличные люди Вот И Танюшка Вэл Привет им Приехал бы Сам передал привет Вот А сам Еще не в Канаде Мог бы приехать Ты же недалеко Вроде как Вот Чемодан Кстати Готовь Вся Надеюсь Ты готовишься К марафону по Диабли Потому что мы с Соколом Будем Участвовать В Релизной версии Ну что Сейчас мы смотрим Первый матч Финальная часть РЦГ Призовой фонд Турнира Составляет Там 430 тысяч Рублей Что конечно Очень круто Спасибо и Киберспортивному фонду И Товарищам Которые поддерживали Арктонсу в отдельности Потому что он там Внес серьезный вклад В призовой фонд Ого Кофе еще горячий Прекрасно Я сижу Кайфую Вообще Материться? На форуме ГГ нельзя материться Как ты помнишь А зачем? У тебя же дети Ну Если у тебя Случайно вышел То какие-то проблемы Просто вспомни О своих мелких Вспомни о матушке своей И вспомни о том Что ты сейчас Вот ругаешься Ты же уже слишком взрослый Для того Чтобы ругаться матом В обычной ситуации Все Я приследил Росбрейна Хорошо Да Не он Он-то Я не буду запрещать Естественно ругаться Лорд мобайл Привет Так Нетроша А ты хочешь покомментить? Да нет Там нет Камеры сейчас Держи Все Давай на интервьюшечку лучше Хорошо Так давайте я Замучу Да Ну возможно Это было Возможно Ушки Ой А что за земля У нас такая У нас земля Прозевали Минус арча Два скелета Ё-моё Какое начало Стоп Подождите Это может быть Не минус арча Я Я труп-то арчи Мог перепутать С трупом тролля У арчи ножка Так немножко Завернута должна быть А тролля-то Выкупал Лавлиет Ой Пю Лавлиет Майкл Он же Люци Стало быть Люци Да У него рот открыт И Ну вот Что зевнул-то Ну что зевнул-то Ну не трожь Ну блин На ровном месте Капец На ровном месте Зевнул Пытается сейчас Конечно Я не знаю Как он будет Выходить оттуда Вызвал энтов И думал Уйдет Но там уже Коил И вынужден Телепортироваться Возвращается Козел домой Надо Мунвелла добавлять Экстренно Еще один Мунвелл Козлу хреново У нас есть Тролль-Берсерк Мы вылокали Огромное количество Мунджуса Ай-яй Ух же эти китайские Апсы ничего не показывают Да Отвлекли Он что бывает У нас такой Хороший Так Сейчас Нитроша Очень хорошо Выманивает С центральной точки Правда Я не понял Зачем он выманил Если честно Может он думал Что там андет И надо Вот это просто Аркада Халява Не знаю Называйте как хотите У него нет пока Что Дикого Отставания Или дикого Преимущества Чтобы так действовать Он Без разведки То есть Вот эта вот Толпа Сейчас может Выдвинуться И пойти Ой И пойти Но слава богу Гульки Несмышленые Потому что На самом деле Тот же самый Хэппи бы проверил Он взял бы Скелета Время которого Истекает И отправил бы На разведку сюда Это абсолютно правильно Абсолютно Нужно Как мы видим Ну естественно То есть Скелеты не должны Вот так просто бегать Особенно люди Которые Не добегут До следующей точки Они всегда должны Убегать Куда-то В другое место Но в это время Два кольца У козла Не повезло Конечно Дико Хоть В алхимика Играй И в воздух Бегает Пытается найти Армию Андеда Которая Сейчас Не то чтобы На халяву Но Давай-давай-давай Можно подрезать Хорошо Минус одна Гуля Давай еще 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 Третий козел Может тут Очень хорошо Нарезать Минус вторую Самую жирную Причем взял Понимаешь Самую жирную Да Ну а красавчик Илюции Потому что Он заблочил Очень хорошо Козла И не дал ему Пройти дальше Ладно Ладно Но опять же Это пока Не то чтобы Даже неровная игра Эта игра Сейчас плюс Не тронул Потому что Он выигрывает По уровню героя Ему не отменяли Экспанд Несмотря на то Что он его построил Очень агрессивно Так скажем Леон Привет Друзья Всем Присоединившимся Отдельные Приветы У нас сегодня Замечательный Будем называть его Ланом Потому что Здесь больше Ну здесь половина Участников И И очень много Апсов Да Очень многие Приехали во Владик Армию игрока Челебинск Не так далеко Да ведь Дня 3 наверное Или сколько Там Тысяч 5 километров А нет Это же Челебинск Это Южный Урал Это же далековато Нет Это Тысяч 7 Тысяч 7 Это Москва Нет Тысяч 7 километров Даже так Ничего по себе Ну хорошо Что они По крайней мере Нашли Клуб Проходит все Потому что Вчера кто-то Пришел не туда И за день до Неловко вышло Так База начинает Потихонечку Ну скоро будет работать Демон хантер у нас Тоже Ну в общем Шаблон Тот который нужен Тот по которому Мы выигрывали Но На островах Эха Еще важнее Не земнуть Вражескую базу Потому что Если ты Зевнешь У тебя Все Да Тебе ее Надо будет Либо прессовать Андедовскую базу Прессовать Особенно на карте Где нет мастерской И ты не можешь Подробников купить Это забей Либо все Либо сидеть В лимите 50 Копить деньги И молиться Что Ты Как-то Переживешь Экономику Андеда Что маловероятно Поэтому Фанатичная разведка Это то что нужно Сейчас не трону Чтобы Ни в коем случае Ни в коем случае Не выходить в Т3 Готовиться Во И он начинает Уже сразу Заряжать Мунвелла Фермы строит Под лимит 70 Как раз для того Чтобы если что Резко выйти из лимита Не дай бог Этот гад Поставит экспант Не дай бог На дуэльной карте С одним магазином С четырьмя шахтами Нельзя Нельзя Ни в коем случае Поэтому Внимательно следим Вместе с нейтроном За постановкой экспо Будет он или не будет На XZ3 Привет И Ну и болеем за нейтрошу Начало у него Конечно не заладилось Но Он начал постепенно Выруливать Взял одну карту И сейчас На второй Вроде как Пока что идет неплохо Не ну нахамил Вначале Вроде спидером Залагал Но экспант Окружает хорошо Черепашку Правда Черепашка Не будь дурой Она сразу атакует Самую Самую битого юнита Ну правда Игнорит Традиционно Людей с сеткой Но так то он Она грызет Она грызет Самую Самую битого человека Энтами проверил И при том У него есть висп То есть фанатичная разведка То о чем я говорил И увидел Энтам Сейчас Акалита Опа Палево И вот сейчас Нужно как бы Заряжать Заряжать Лорницы Прям заряжать Выходить из лимита Я не знаю Что он ждет У него Ну есть такая потребность Может быть он ждет Когда достроится Этот ряда Чтобы сразу в две Но у него леса Не хватает Кстати Посмотрим Нитрон Проходит через Магаз Ему нужны свитки Инвулы Он все покупает Может даже Следующий свиток Ему нужно взять Не хватает Да Он продает Не нужный артефакт Покупает второй свиток И сейчас Скорее всего Надо тыкать Еще Ну пусть После оболиши Еще дряда Заказывать И вот Вот это вот Говно Прости господи Надо обязательно Пытаться убивать Обязательно Еще Гульку отдает Сейчас Майкл Приходит По хорошему таймингу Третий лич Правда уже Монобер на 100 Койл кидается В Димку И там Стафа нет У кипера Да ладно А мы не сможем Ничего здесь без Стафа сделать Где Стаф Капец А где Стаф Все пешкарусом Домой Это значит Как минимум Зигурада строится Да ну нафиг А что мы так Не подготовились Где наш магазин Был слопочный Да и он Выходит из лимита Дриадами Да он достраивает Там весь поп Видимо в атаку Будет брать У него еще при этом С аккомендатора Плохо слышно Это вырывается Просто Не обращайте Внимания Это Ловить будет плохо С аккомендатором Сейчас нужно будет Обязательно Попытаться Каким-то макаром Все таки Эту базу Блин пропушить Я не знаю Как Есть опции В Т3 Есть опцию Просто Москос И Нитрон выбирает Опцию Москос Она на мой взгляд Гораздо Лучше Но С нерубкой Мы уже сделать Ничего не сможем И протектор Какой-то левый Абсолютно Давай Соберись Не трожь Да где Став Ты Че делаешь Почему он Не сбегал Не купил Став Я не понимаю Ой-ой-ой Ой-ой-ой Сейчас он просто Он грамотно Конечно делает Что Аккалитив Перехватывает По сути Толку в экспанде Нет Если Ты Типа Здесь Достраиваешь Некрополь Но он строится Он стоит И строится Как шахта Поэтому Либо Там ДК с полной Маной Надо Срочно Высасывать Выкупает Наемников Минус Гулька Минус Дриадка Минус Тролль Скорее всего Скролл бист. Диспл делает дриады. Ну где Бёрны? Бёрны делаем по КД, пытаемся, по крайней мере. Хорошая позиция у Фогича, хотел сказать, у Нейтрона, потому что он со всех сторон, тут непонятно, куда кайтить. И поэтому финды ушатываются. Козёл падает. Да там ничего нельзя было сделать. Больше экспоидимки. Ещё он там, на самом деле, не особо нужен козёл в этой ситуации. И грамотно оставляет ещё двух дриад. Видал? Он не пошёл в семи. Он пошёл на перехват. Вообще молодец. Ой, молодец. Неужели комбэчные продолжаются? Капец. Оставил специально. Молодец. Нычка, по сути... А, она уже подрабатывает немножко. Это под шумок он пролетел. Надо сейчас, наверное, Т3 тыкать. Молодец! Он уже за 10 секунд до того, как ко мне пришла эта мысль, тыкает Т3. Хорошо. Дима врывается. Есть бутылка, нет телепорта. Бутылку прожимает. Гульку можно подрезать. Подрезал, подрезал гульку, подрезал. Пробует подрезать Дестра. Но Дестр, конечно, обсидианка хорошо отлетает. Димка четвёртый. Полечу, полечу, полечу. И окружил Лича! И там нет телепорта! Можно Лича попытаться убить. Пытается выйти из окружения Люци путём убийства дриады. Монобёр на 69. Койла не будет. Лич третьего уровня без инвула. Арча прячется. Никак не выйти. И Лич падает! Падает Лич! Ёппер СТ! Шикарно! Бомб отхворит. Минус гулька. Сейчас дойдёт сигнал до зрителей. Они должны оживиться. Размен очень хороший для Нетрона. Вот отрезать Лича. Особенно когда у тебя соло-герой. А Димка-то качается. А тебе козёл особо не нужен. Тебе вот Димона до пятого докачать. И уже будет очень хорошо. Дестройер на трёх и так! На халяву улетает! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Падает ещё Огр. К сожалению, андэдовский герой тоже качается. Вот мы под нерубкой здесь стоим. Лучше не надо. Лучше не надо отступить, дождаться второго героя, дождаться медведя, взять себе арбу и всё будет ок. Дряды продолжают перехватывать. Если бы у них было написано, как в Старкапте количество киллсов, скорее всего, здесь было бы 4-5. Нормально. Ох! Дестр ушёл. Димка ушёл. Не, Нетрон прям вгрызается. И у него 66 лимита на 38. И сейчас его самая главная задача успеть очень быстро, после того, как у него делается Т3, сделать сразу пачку вещей. Первое. Это сделать первых медведей, взять арбу, взять стафы и вместе с киперами с хорошим лимитом прийти с первым режимом, с первыми медведями, убить всё, что здесь есть. Вполне реалистичная задача, учитывая разницу по лимиту. Ещё Димка такой метит в пятый уровень. Не взял телепорт. Опасный момент. Дрядки отвлекают. Хорошо. Димка врезается. Акалитов подрезать самое время. Молодец. Причём он стреляет по-разному для того, чтобы действовал яд. Минус один Акалит. Минус второй Акалит. Минус третий Акалит. Димка уже почти пятый. Пятый в уровне. Демон Хантер. Это уже очень круто. У него в полтора раза увеличивается Манобёрн. И... Ох и Манобёрн до Койла. Люция ошибается. Ох. А я сейчас не верил после 0-2, что можно будет закомбетчить. А сейчас уже и Люцифер начинает грубо ошибаться. Вот он Койл должен был на секунду раньше. А это, ну, как бы это грубая всё равно ошибка. Вздохнул, вздохнул. Выдохнул. Да, хорошо. Бэмочки помогают. Появляется первый Риджув. Я не вижу. Есть уже Арба первая. Шикарно. И вот сейчас с первым Риджувом с лимитом 64 на... Что будем брать? Свиток взяли. На 49. Наша задача... Ой, Лич проходит всё-таки. Медведь пока без формы. Дестройер. И там вышка. Всё ещё сложновато. Но у нас есть Демон. Падает Дестройер. Демон Хантер пятого уровня. Кипер четвёртого отступает. Минус Дестер. Фокус по Финдам. Отступает Козлик. Димка заряженный вообще. Готов к бою. Монобёрн можно делать спокойно. 65. Чтвёртый Лич. Прикопка на ДК. Деки нет. Здесь и магазина нет. Тут бутылки нет. Мансит, как молодой лев. Медведь. Подрезает Деку. ДК падает. ГГ, пишет Люци. И это победа Нейтрона. О, хорош Нейтроша. Ты видел, Миша, на бабочке? Красава, Нейтрон. Красава. Сейчас похвалим. Я не знаю, он слышит, не слышит. Красава, говорю. И пошёл тоже куда-то Нейтрон. Просто молодец. Да, вот это да. Вот это да. У нас там пустое кресло. Мы правим. Сейчас покажем вам сеточку. Ребята, вот это турнир, вот это начало. Шикарно. И нас ждёт ещё масса интереснейших матчей. Если честно, вообще в Люци Нейтрон меньше всего было интриги. И не в пользу Нейтрона имеется в виду. То есть, если вы глянете стату, скорее всего, там будет 70 на 30. Ну, в пользу Люци. Вот. И при этом такая дикая борьба идёт. Вот что земля родная делает. Мотивации добавляет, не Троша. Классно получается. Да. Заряжает, заряжает. Ух. Ну, сейчас будет решающе. Шанс всё есть, конечно. Я посихонечку захожу в следующую игру. Там уже тот проснулся, присоединился к просмотру. Подтягиваются товарищи. Тот самый тот. И он Мерло. Клипчик для победы. Так, ну что, Люци ливнул. Не Троша там что-то рассказывает себе. Он выглядит довольно бодреньким. Не Троша приехал вчера, кажется. Не, позавчера, позавчера, позавчера. Позавчера он проводил время с друзьями. Нет, или вчера. Вчера он проводил время с друзьями. О, привет! Какие люди, а! И, ну, он накануне турнира не готовился. Хотя сегодня приехал пораньше, разыгрался, раскликался. Вот. И выглядит он бодреньким, конечно. Весёленьким. Во Владике, насколько я понял, он давно не был. По крайней мере, в этом месте, где проходит мероприятие, находится в том числе и трасса, где он в детстве тренировался, учился водить. Пицца есть. Я бы с удовольствием перехватил, но мне нужно найти кого-то на замену. Вот. И он с ностальгией так смотрел с горы, а в Владивостоке очень много гор. Смотрел вниз, говорит, не было этого моста, когда я здесь учился водить. Не было, соответственно, ничего. Не было пирса, была только трасса. Нам показывают замечательные кубки. Они уникальные, сделаны специально для мероприятия. Это из плава латунь с чем-то орки, которые как раз этот самый русский мост захватывают. Это не табуретка перевернутая, как думали некоторые товарищи. Да, давай, трофей, давай тащим. Эту штуку специально сделали в какой-то местной мастерской. И один из товарищей, кто работает в этой мастерской в чатике, отмечался неделю назад на троцессе по Икскому, говорил, что как бы эта вещь крутая. Ее долго делали. Она весит килограмма три. Это вам не медалька какая-то. Это... Сейчас на камеру мы вам покажем. Смотрите, какой замечательный. Сейчас, надеюсь, сфокусируется. Ну, это... Ну, что, зад орка я, что ли, не видел? Это да. Ты-то на него сейчас смотрел. Я-то смотрю, да. В общем, хороший. Хороший кубок, запоминающийся. Одна деталь. Орков на турнире нет. Но... Это их проблема. Это да, это проблема исключительно орков. Сколько билет входной стоит? Да бесплатно все, приходите. Приходите, все для людей. Это же турнир организуется специально... Не-не-не, ты знаешь, что скажи? Так. Кто нормальный призовой занесет, завтра на яхте поедет. Кто нормальный призовой занесет, завтра на яхте поедет? Подожди, у нас завтра же баня. Какая яхта? А, мы на яхте туда едем? А во сколько? Час? А сколько занести нужно? Ну как, от пятерки, от десятки? Нет. Рублей. От пятерки? Десять нормально. Десять нормально. Состоятельные люди из Владивостока. Если вы хотите провести время на яхте с такими замечательными... Как назвать вот альтернатива девушкам на яхте? Эскортом. Эскортом. В виде лисориуса. А лисориус неотразим в плавках. Бобром. Вот. Заносите призовой. Призовой фонд можно пополнить. Его можно будет пополнить до самого конца турнира. Он сейчас составляет 430 с чем-то там тысяч рублей. Ну полмульта надо сделать по-любому. Пол, да. Полмиллиона надо добить, друзья. Поэтому вперед. Мы переключаемся, наверное, на игру. Давайте. А, я должен скомандовать. Блин, точно. Я должен скомандовать. Мне сейчас сказали про пиццу. Там пицца стынет. Я могу по камене. Давай, давай. Вначале. Две минуты перерыв, друзья. Да. Садись, давай. Будешь коментить? Нет. Хавк что-то не стал коментить. Привет, друзья. Это Росбрейн. Так. Я сразу прошу прощения, потому что в варике я достаточно нубас и играю только в БВ, но тем не менее я что-нибудь вам покажу, пока Майкер съест свою пиццу. Итак, я не буду тут говорить, кто ведет, потому что мне пока еще не понятно, но в целом у пацанов ситуация равная. Заманчиво, заманчиво. Да, приезжайте, ребят, приезжайте. Это все-таки, хоть и два игрока не попали, не смогли попасть в оффлайн на место проведения, все-таки это какая-то атмосфера лана здесь сохраняется. Так. Скелетик у нас идет на разведочку. Но пока, в принципе, я не вижу вообще. Хавк, может ты присядешь, поможешь мне комментировать? Потому что мне достаточно сложно. А-а-а, я тебя понял. Хавк не хочет, потому что у него горло першит, и ему будет сложно потом играть. Они все-таки играют на корову, ребята. Даже третье место, это... А сколько это за третье место там? Я не знаю, это ваше турнир. А я что-то тоже не... Я не помню, сколько занесли. Но в любом случае, первое место, это стопудово корову можно купить. Поэтому... Поэтому пацаны играют на корову. Армию игрока атакуют. Армию игрока атакуют. Итак, и так. А-а-а, значится. Я вижу отставание по уровню. Ничего себе, какой я молодец. Хавк горлом играет. Да нет, он не горлом играет. Но просто если он будет говорить, оно у него будет болеть еще больше. И это будет отвлекать от игры. И тут... Блин, ребят, лам это не так просто, как кажется. Кто-то сзади может, не знаю, там кушать, что-то чавкать. Какая-то суета может быть, возня. Тебя еще по плечу могут отвлечь. Ну, как бы это не онлайн, когда ты сидишь там у себя дома. Для этого мы и сделали компенсацию игрокам, которые играют оффлайн, против игроков, которые играют у себя дома. То есть Фоги и Люцифер. Этот матч играется на хабаровском хостботе. То есть у ребят есть небольшой, ну что ли, приоритет послабления по пингу. Хотя, насколько я помню, вот эта вот конкретная игра, она играется через Японию. Потому что там абсолютно равная ситуация получается у Нейтрона с Майклом. Вот. Так, значит, поймали одного вурдалака. Ну, это все понятно, это все ожидаемо. Тут гоняем лечевочку туда-сюда. Ну, пока я нахожу действие Нейтрона вполне годно. О, он опять закладывает нычку. И которую, я подозреваю, никто ему не накажет. Вот, если в прошлой партии, в прошлой игре это была аркада, на самом деле, даже мне было понятно, что там, если бы Люци наказал Нейтрона за эту нычку, то это все было бы удаляемо. Но, как бы прокатило. То здесь, что-то там сделать, как-то наказать, шансов вообще особых нет. Соответственно, это у нас прокатывает. Так, что тут делать? Ситир 2, да. Окей. ДК не лично. Да, прошу прощения, ребят. Это я оговорился. Прошу прощения. Так. Сейчас у нас будет третий козел. Соответственно, у нас будет покруче прикопочка. Давай, добей, добей. Ну. Бах, отлично. Так, здесь нормально возвращается минус. Ну, где это никак было не спасти, но тем не менее. Пока что, в принципе, все очень даже неплохо. Вот эту арчу бы не потерять в идеале. Пытается тут что-то отблощить, получает еще удар. Давай, 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 давай. О, отпился, красавчик. Ничего не потерял больше. Молодец, молодец. Замечена, правда, нычка, но, как бы, и что с того? Она уже там на 90%, и ничего ты не сделаешь. Поэтому просто, просто знай, что она есть. Так. Пока что какие-то скелетики. Я что-то не особо вижу пока какой-то прогресс у Люцифера. Ты сядешь назад? Да, давай. Миша заряжен. Миша заряжен. Сейчас он сядет с профессиональными комментариями за эльфов. Ага. Армию игрока. Держи. Ага, спасибо большое. Так, друзья. Спасибо большое Рус Брейну, что он, собственно, и инициатор всего. Да, и дал мне пару минут, потому что я подъел. Вообще, Turtle Rock типа такая карта, на которой, казалось бы, неудобно ставить экспант, но если вы эльф, вам можно все. И вы просто бахаете экспант у себя на мейне, потом встаете, сжираете просто все елки, которые вам мешают по пути, попутно еще вытанкуя его деревом. И все, и у вас уже экспант готов. Считайте. Очень такое. Да. Самое-самое-самое имбовое, что можно... Ох, ну не успел задиспелить. Ну что ж так... А тут такое количество скелетов сладенько. Ой, можно было так виспом шарахнуть. Ладно, приходит козел по таймингу классному. Пытается добить даже. Но Люци... Да, он не добил, но потому что Люци молодец. Если бы Люци не остановился и не перестал бы атаковать, то у козла там тайминг был прям на глаз очень хороший. И в результате... Юра молодец, он с самого начала очень хорошо козла реализовывал. Так, армию игрока... Сколько? Ага, окей, хорошо, да. Тогда действительно отлично. Вот, и сейчас он не дал противнику так на халяву забрать красную точку. При этом сам поставил, ну, ставит базу. Кажется, здесь ее нельзя поставить, нужно все-таки выходить куда-то сюда. Сам выходит в стандартную свою вот как раз лорную тему. Делает магазин. Ну что ж, все в его руках. На самом деле есть весьма и весьма неплохие шансы. Мы видим по лимиту 41 на 36. Мы видим по уровню героя 3-2, 3-1, 2-3, 1-7. То есть вполне, вполне, вполне себе ничего. Правда, у противника уже Т-3. И нам нужно, конечно, Димку качать. Нам выпадает хреновый артефакт с талисманом ускользания. Единственный, который гарантированно не нужен Демон Хантеру на этой точке. Но Димка качается тоже до третьего. Козлик в это время там прячется где-то слева. Димка получает третий. Выпадает ему... Стоп, а здесь... А, да. Инвул ему выпал из черепахи. Зарядные артефакты выпадают из... А, и он... Ох ты каков! Какой хитрый Люцифер! Он сначала хотел здесь поставить, да? А взял... Планирует поставить в другом месте. Да. ДК впереди. Димка хочет сделать моноберн. Ловит Койл. Нову. И вот уже не хочется подходить. Так, слишком опасно. Решил инвул сделать. Чтобы его не убили. Еще один нужно... Нову. Да, да, да. Еще один моноберн делает. Так, Дестройер появляется первый. Еще один берн нужно сделать. Берн! Берн! Да не тот берн! На влеча надо было... А, там влеча, да, точно. Это я не прав, извините. Все, Димка поменял на три берна большой инвул. Ну и на время, на самом деле. Он еще здесь подвоиграл время. Тинкер, третьим героем. Прекрасный герой для того, чтобы выстоять, так скажем. Хороший контроль от Нитроши. У него свитка лечения здесь явно не хватает. Ему свитка лечения явно не хватает. Видит, что... Ну, видит, что свитка не хватает. Перегруппируется. Но здесь, блин, пока еще базы нет, но все к этому идет. Что делать дальше? Проходит. Видит, видит. Самое главное, что он видит намерение. Он видит намерение, значит, можно проверять чаще. Оставить кого-нибудь, отправить. Пошел персональный телепорт. Минус факта. Ой, дрядка могут убить. Протектор выдерживает. Хорошо. И тут прикрылся. И там проверил, отменил. И сейчас можно через... Пройти на... Купить пару свитков лечения... Ой, хоро... Давайте за свитком. Молодец. Все понимает. Все понимает. У Нитрона, на самом деле, опыт Варкрафта, ну, наверное, лет 15. Он играет дома. Да, и родная земля ему, конечно, помогает. Конечно. Что-то жена рядом. Все уже. Родственники все у экранов сгрудились. Он тренировался вчера опять. Да, целый день тренировался. Протектор мы, кажется, отдаем. Увы, да. Протектор улетает. Мы, конечно, вырываемся в этот момент. У нас нет стафа. Димка может не выдержать. Но там пустые андедовские герои. Опасный момент. Койл пошел. Сейчас надо ману выжигать. Ману выжиг. Хорошо. Минус дряда. Минус финт. Фокус по дистру. Фокус по дистру. Минус диестра. Это минус 5 лимита. Но противника все равно много. 51 на 40. Нас больше. Но, блин. Надо, чтобы Димка вернулся. Надо обязательно, чтобы Димка вернулся. Минус дряда опять. А там ДК четвертый. Койл тратит. Финда своего спасает. Опасный момент, друзья. Опасный момент очень. Да, у нас база работает. Но минус арча еще 2 арча отдает. Ай-яй-яй-яй. Третий лич. Вот это уже беда. Что по Т3? Т3 даже не пахнет. Врываемся. Берн хороший. Не успел среагировать на Койл. Здесь еще делается зигурат. Который мы очень долго будем пилить. Такой армии. Надо, видимо, как-то собираться и врываться. Три героя влеча, наверное, надо... Ну, я не знаю, кого тут надо тыкать. Ой, очень хорошо отбивается, конечно, противник. Просто развернулся и все. Сразу минус. Большая часть здоровья Дриатки. Но вписываться за эксп нужно. Где Берн? Берн очень странный. В тележку вообще. Мисклик это был от нейтрона. Он потерялся, друзья. Отсюда уже крайне сложно выбираться. У него 40 лимитов. Ситуация была реально очень хорошая. Выкупает Дзимку. У него бутылка была, кстати, еще. Даже стафа нет. Дриады падают. Финда еле-еле. На две Дриады Финда это очень расточительно, конечно. Пытаются энтов вызвать. Но здесь дестройер, который сразу все диспелит. Тыкнуть героя, разве что. Но там есть телепорт. Если что, а бома уже первая подходит. Арча еще минус одна. Блин, кажется, все-таки не сдержим мы. Крайне сложно. Блин, ну был близок, конечно. Вроде как грамотно действовал. Но не до контроля. Не до контроля. Отсутствие стафа. Да, и сейчас продает экспант вынужденным. 53 лимита на 33. Дима пытается вписаться напоследок. Но какой здесь лимит? Дима влетает. Вынужден делать бёрн в... Ну а тут просто три козы у тебя. Одна рассыпается просто от взгляда Финдоха, что у нее здоровья не было нисколько. Висп вылетает. Димка крайне битый. Пытается хоть что-то, хоть как-то сделать. Ай-яй-яй-яй-яй. Койл Диму... Ай, падает Демон Хантер. Да, пишет ГГ, ГЛ. Ну что, Люци... Люци не особо рад. Но явно Нитроша доставил больше проблем, чем он ожидал после первых двух игр. Но, к сожалению, в финал верхней сетки выходит, соответственно, Люция. Да, Нитрон падает в нижнюю часть сетки. Ну, в общем, будем разбираться. Давай. Ну что, попьем кофе, пообщаемся с чатиком. Можно подойти к Нитрону. Сейчас, Наташа, что-нибудь... Да, можно камеру подключить. Попробуй, что ты еще раз перейдешь. Это сверну. Да, у нас... Мы не тестили с ним микрофон. Как вы с травой, я тебе вот говорю. Да ладно, Нитрон. Ну, какая идея будет. Да-да-да, это хорошая идея. Просто этот момент мы не продумали. Эх, ну, что делать? Как включить? Ну, надо пойти Нитрону и сказать, что он молодец. Включить на красную кнопку. Надо зажать ее. Ага, и все. И она будет работать, да. А тут ньют? Нет, ньют, а нет. Раз, раз. На Нитрону пойдешь? Раз, раз, да. Слышно. Да ладно, притаскивай его тогда. Да, сейчас я его притащу. Это можно было без микрофона тогда идти. Ну что, друзья, всем доброе утро. А что звук этой картинки отстает? Нет, без понятия. Возможно, у тебя накопился в буфер и такой эффект получился. Вам необходимо пройти в обсерверскую зону. Так, поселковая 3. Какова вышла? Так, и что у нас тут? Да, говори. Какого хрена или какого числа? Как так вышло? Следующий матч, который мы с вами посмотрим, это будет Фоги против Хавка. Так, ребята. Второй полуфинал. Вышло полное дерьмо. В верхней сетке. Я делал все, что мог. Миша, что-то ты не загорел во Владике. Так мы и не загорали особо. Но не дотащилось. Карты. Тут был только один мега солнечный день. Карты очень неудобные для меня были. Ну, последние. А, Нитрон идет. Разговаривает сам собой. Сейчас, давайте пообщаемся с Нитрошей. Мне эта штука нужна? Да, конечно, она работает, прикинь. Поближе подвиньтесь, пожалуйста. Ну, ты, конечно, еще в лузерах поиграешь. Да. Да, но начало было не очень. И тут, а потом я поверил, что все возможно. И ты, наверное, тоже поверил, да? Я верил. Ну, поближе только микрофон. Я верил до того момента, когда мы, когда понял, что Тартул Рок осталось играть. Ты как чего? Нормально экспо ставится? Нет, это кажется. Карта отвратительная. Плюс еще и создали какую-то конченую версию, на которой не кроссреспы. Уже тысячу лет на Тартул Роке только кроссреспы. Только прямо вот эти вот… Да, в итоге, типа, этот контест за магаз. Ну, в общем, все супер непривычно. Переигровку давай устроим. Давай. Сейчас лица такой, ой, еще не все. Ну, карта не та, но это же… Ну, в общем, это… Ну, все сложилось просто как-то не очень. То есть эти ближние респы неудобно играть, там сложно магаз забирать. Тартул Рок сам по себе самая отвратительная карта против андедов. Всем кажется, да что там экспо ставишь, но по факту… Узкие проходы и зарядные артефакты. Еще и все точки близко. Тебе покрепишь героев очень легко. Ну, в общем, Тартул Рок одна из самых худших. Да, согласен с тобой. Там еще был ТС, на который можно было черкнуть. Типа эльфы на ней там, как Фоги, Варденкой всех разводят. Ну, я ТС сам черкаю уже два года, не играю на ней из принципа. Ну, просто мне не нравится. Типа, если есть возможность играть на картах других, то я играю. Вот. И, соответственно, вместо них обычно АЛ и Тайт Хантерс. И вот они офигенные. Мне они очень нравятся и по балансу, и в целом. То есть. Вот. Но пришлось играть на этих картах, чего уж поделать. Так что такая черка. Ну, если ты с ним встретишься в лазерах, ты его катнешь? Если встречусь в лазерах, ну, я вряд ли. Мне надо там имба Хумена будет выиграть. То есть ты... А, или эльфа все-таки дополнил. Вот. Ну, ныть не буду на всякий баланс, на всякую фигню. Да, мы сеточку как раз наблюдаем. Тем не менее, бой-то хороший дал. Мне кажется, что вот... Слушай, ну, первые две карты я привыкал к компу, там, ко всему этому. Ну, мог прийти вчера поиграть, разыграться. Мог, но... Чем ты занимался вчера? Так я же не оправдываюсь. Ну, проиграл, проиграл. Вчера у меня встреча выпускников было. А, выпускников? Да. Это так не будет. Не, может, реально... Серьезно, встреча выпускников, они раз в год собираются, я на нее попал чудом и вообще просто очень круто было. А когда ты последний раз? Ты давно во Владике был? Шесть лет назад. О-о-о. То есть ты сейчас в Москве живешь? Да. Ездил в США зачем? На покер? Ну, оставим это за кадром. Ездил в США, работал курьером, развозил еду бедным людям. Ну, расскажи, как это самое... Это шутка. Что за поездка у тебя была в США? Ну, в двух словах. Ну, в двух словах, я месяц там провел. Зачем? Нет, ну у нас интервью или что? На самом деле было очень необычно. Я сидел за компом, ничего не предвещало. И тут я вижу, мне кто-то случайно на мое имя купил билет. Ну, я думаю, что, не поехать, что ли? В США? Да. Виза была, и я думаю, ну все, приезжаю туда, смотрю, мне говорят, Юрий, проследуйте, вот тут живете. Ну, и вот я месяц там и застрял. А с кем ты там застрял? Один. Блин, ну расскажи, может, я людей этих знаю, мне же интересно. Нет, я один там был. Ну, кто тебе билет купил? Не знаю, ФБР, наверное. Короче, на разведку я туда ездил. Хорошо, ну как тебе, Владик? Мы сами не местные, да. Сперва, пока мы ехали, ну мы же на поезде сюда ехали из Хабаровска, то есть я прилетел в Хабаровск, у меня там родственники. Цель была познакомить дочку с бабулей. Цель успешно выполнить. Да, вот это, кстати, хорошая тема. Да, она счастлива, безумная. И Алиска, дочка тоже в восторге. Ну, в общем, там еще много родственников у нас. И был такой суперсемейный, позитивный период вот этих три дня, вообще шикарно. И первая поездка для дочки на поезде, вот, тоже в восторге. И подъезжая к Владивостоку, плюс вот этот путь от вокзала до дома. Ностальгия? Ну, не то, что ностальгия, ты едешь, смотришь, такая разруха, ничего не поменялось. Разруха? Короче, да. Ну, ты другими… Ну, меня еще, видишь, у меня еще Лос-Анджелес, Владивосток. А, ой, Лос-Анджелес у него. Вот, на самом деле, Лос-Анджелес тоже помойка там большая. Очень много мусора, бомжей и вообще, ну, не идеальный город. Ну вот, и это… А когда я вчера поехал к своим одноклассникам, они на катере праздновали это все дело, и вот эти горы, природа, море, вода, вот это было я просто в восторге, очень круто. В Москве этого сильно не хватает, то есть жить вдали от моря, это тяжело, здесь очень в этом плане здорово. Вот, ну и красиво, конечно, вот эти все виды, соленый запах с моря, ветер, мосты. Через сколько приблизительно начнется следующая серия? А игра уже создана, мы будем смотреть, скорее всего, с нейтроном матч. Ты же покометишь или ты пойдешь? Не-не, конечно, покометишь. А что мне когда-то? Я уже разыгрался, все, как будто месяц тренировался. Твои прогнозы по поводу фоги против Хавка? Если бы они были здесь, то я думаю, что… 150? Было бы у Хавка процентов 35. А, вот так? А сейчас у Хавка процентов 15, да. 15? Ну, уж извините, хоть я против Хуманов не силен и всегда им проигрываю, сильным Хуманам, да. И у Хавки для меня тоже так своеобразный криптонит, очень сложно его победить, как я его выиграл на отборах сюда, но вот это, как писали люди, это сила Родины мне помогла. Юра домой. Но, да, Юра домой. Но почему-то вот у фоги проблем с ним не возникает. Мне кажется, у него что-то психологическое, знаешь, типа что-то из детства у Хавка. Он там… Голова фоги там где-то вырисовывалась из-за угла, ну, в общем, и он не может играть с фоги на сто процентов. Угу. Ну, сейчас посмотрим. Пинг у них будет сопоставимый. Знаешь, что я подумал? Так. Чтобы было бы честно, если бы фоги… Чтобы пинг здесь был лучше. Не-не, пинг, ладно, просто чтобы фоги и Люция играли из клуба. Вот было бы прекрасно. Из какого клуба? Из фонвала какого-нибудь? Из любого комп-клуба. Ну, просто с одинаковым пингом, но чтобы настройки были не домашние, тепличные. Вот, но ничего страшного. Люция топ-2, фоги топ-1, поехали. Мы сейчас… Можно, в принципе, все отменить? Мы за Хавком за третье место сыграем. Не дает. Вот. Ну, Люцифер, на самом деле. А у него вариантов нет. Ну, конечно, согласен на второе место. Так-то ему еще надо Хавка пройти. Ну, за третье место кубочек ты получишь. Смотри, за четвертый ничего не получишь. Ну, вот мы с Хавком попилим кубок. Попили кубок? Ножовка есть? Она с чего сделана? Латунь. Тогда не попилим. Как тебе кубки? Может быть, вместо Орка ты хотел бы увидеть там эльфийка на шестер? Слушай, за всю мою карьеру, всем турниры, где я участвовал, кубки были в основном суперстандартные. Вот единственное, был крутой кубок, это когда я в 2006 году выиграл Пермский период. А-а-а. И там был здоровый медведь, там что-то держал. Он вообще, вот это был крутой. И вот тут вот такие тематические кубки с орками. Это ж мост он держит, да? Ну, в общем, задумка прикольная, мне понравилась. Я еще не успел в Близзира смотреть, но наверняка там еще написано «Юра, тащи». Ну, это только на кубке за первое место. Да. Да, вот мне, кстати, интересно, Фогич у нас подключил камеру или нет? Ну. Потому что он сегодня опоздал к началу турнира непосредственно, он решил выспаться. Слушай, ну у него 5 утра, это тоже, да, такое. Не у него не самое. Ну, тогда, наверное, имеет смысл открыть дискорд и написать Фогичу и сказать ему, чтобы он... Ребята, все пишите дискорд Фогичу. Юра, эта табуретка не видись. Что Фоги играет в Warcraft. Ну, вообще, конечно, атмосфера кайфовая. Мы, этот клуб еще находятся в таком живописном месте с видом на мост, на залив, вообще просто сказка. Вот, ну и почувствовать себя в каком-то комп-клубе в такой атмосфере тоже давненько не было. Кстати, комп-клуб, как тебе? Ком-клуб, огонь, мониторы, полная противоположность. Скорее всего, это из-за настроек. Да, не, настройки мойников нестандартные, очень яркие. У меня нормально все, смотри. Но в целом, ну, то есть все очень плавно, мышка ездит, здорово, все круто. Я только, правда, ко второй игре понял, что я забыл. Ну, я обычно сенсу настраиваю так, что на мышке еще жму кнопку, она чуть ее уменьшает. Ну, в общем, получилось, что у меня чуть не моя сенса была, но я, в принципе, привык. Ну, в целом, пока что своей игрой я более-менее доволен. А можно сцены включить? У меня не было большого периода подготовки. То есть я успел за последние полтора месяца поиграть часа четыре-пять в Москве. Экран, да-да-да, экран. Мне приходится следить еще, к сожалению. Так, хорошо. Фоги уже в игре. Давай, рассказывай, не трожь. Рассказывай, мне понадобится какое-то время, чтобы... Интересно будет посмотреть хавка Фоги на каких-нибудь нестандартных картах. Ну, опять же, ТР, ТС. Какую-то из них Фоги наверняка черкнет. Уже черкнут, да? Какие у нас баны-пики? Есть информация? У меня сейчас нет. Тогда будем догадываться. Будем считать, что хавк черкнул Эквайлс, а Фоги Тартурок. О, опять у нас... И у нас первая карта. Конселд Хиллс. Наконец-то Фогича видно. Ну и наверняка Михаил поставил Фогича еще в игре. И мы сможем камеру посмотреть с... Ну, короче, да. Давайте сейчас. У нас первый раз такой продакшн, поэтому есть заминочки. Продакшн крутой, конечно, приятно. С камерами, со всей... Тут мапы без зум. О-о-о-о. Зум просто надо прописать. Я нормально прописывал. Зум 2 500 и все, погнали. Я без него играю. Вот, видишь, у хавка... Сейчас, подожди. Не использует очень... И счет, кстати, надо обновить. Ну ладно, все, я не трогаю. Михаил, давай, ты сам. И счет обновите, ребята, 0-0. А это потом. Да, после двух игр. Ну, что через судью? Они там в любом случае порешают. Странно, Фоги даже не пытался прописать. Ну, у тебя же клавиатура есть. Я прописывал, все работало. И все будет работать. На этой карте очень интересный матчап эльф на хуман. Здесь почти все игры начинаются одинаково. Хуман крипит две первые точки. А, вон, Фогид, додумался. В общем, хуман крипит первые две точки. Эльф крипит первую и бежит вниз. Крипит Мурлоков получает второй уровень киперу. В это время хуман подходит с ментами качать экспант. И эльф пытается наубивать как можно больше рабочих. Вот это стандартный опенинг. И от того, сколько рабочих потеряет хуман, и как вообще эффективно защититься, зависит вся игра. Ты уже пошел анализировать. Подожди, я не готов был. А можно еще раз для тупых? Нет, еще раз нельзя. Очень много информации прошло. Блин, ну тогда эльфа. Получается. Я походу тебе буду. Докидываться. Да. Спасибо, спасибо. Так, кипер. Продолжай, продолжай. А почему, естественно, кипер? Неужели нельзя поиграть нормально? Можно играть с демоном. Некоторые извращенцы варденку играют на этой карте. Типа Соника. Ну или там Старшейпеда. Ну а это работает против средненьких игроков, которые не знают, как ее контрить. Против сильного, ну не получится просто. На этой карте за счет двух фонтанов там очень сложно фокусить героев там и тому подобное. То есть все основное будет зависеть от того, как на экспанде у Хумена прохарасит эльф. Ну и дальше два развития событий. Либо эльф ставит две лоры и свой экспанд с какой-нибудь пандой или с демоном. Либо пушит. Вот азиаты любят пушить. У них много таких игроков, которые на полтиннике ставят еще один колодец. И все ресурсы, вот они без апгрейдов, без ничего. Типа Лавлиэта, да? Ну, Лавлиэта я не помню, чтобы так играл, но там есть парочку. И они делают там апгрейд на атаку. Потом, когда уже идут, апгрейд на защиту. И с 58 лимита пытаются пробить. Ну они и раньше нападают, но вот такое 58. Ну и, соответственно, два стафа, чтобы не терять юнитов. На этой карте их еще можно на фонтанчик отправлять, отлечивать. Очень часто сейчас вызывают двух пеньков. Одного пенька оставляют здесь, а с другим и с арчой уже уходят сразу с этой точки. И так гораздо быстрее крепятся. Одного пенька всегда бросают в сетку, и с другим ты убегаешь. Ну, ты решил потерять лишние там 10 секунд. Серьезно? Прямо так? Ну, это очень решает по времени. Ну, просто вот как только кипер выходит, ты сразу подбираешь шмотку, вызываешь пеньков и бежишь, уже крепится вниз. То есть ты сколько времени выигрываешь на этом. Ну, вот они бесячие футманы. Но он решил вернуться пострелять футмана. Ну, такое решение непонятное. Ну, будет понятно. А, он уже... Подожди, он задиспелил лема, поэтому у него второй уровень. Ну, такой мув. Вот для того, чтобы убить фута, это, конечно, хорошо. Но ты теряешь две прикопки, это 150 маны, жутко долго. И эти 40 экспы того не стоят. Порой проще бросить... Ну, ладно, это я так говорю, как будто я супер знаток. Фоги все-таки лучше против кумов играет, чем я. Что-то я, может, не понимаю. Но, в целом, я вот считаю, что не стоит эта потеря времени того. Ну, а Хавк делает тоже какую-то глупость очередную, как... Ну, как... Да давай, давай, песочек, песочек. Песочек в фоге, видишь, в штанишке на дудонил и делает какую-то чушь. Уже давно мог прокрепить зеленую, вторую уровень бы получил. Он же видел футом, что Архимаг... Да, непонятно, зачем он сюда бежал вообще. Одна арча с двумя пеньками очень долго эту точку крепит. Он мог спокойно взять шмотку там и прийти еще сюда. Вот, проверь, там, теч не запустил. А, ну, по ресурсам видно, что нет. Ну, Хавк, видимо, сейчас побежит. Да, ого, ранний ламбармел и на лабу. Или это застройка, да ладно? Дааа, и дэв. Офигеть, вот это хорошее решение. Возможно, возможно, провальное. Посмотрим. Хантерс Холл есть. Тут Хантерс Холл. Да, Фогги решил пушить экспанд, которого нет. И у него максимально удобный билд для того, чтобы отбиваться от застройки. Ну, только второго барака в строительстве нет. Ну, нет, но все равно. Ну, то есть ты можешь протекторы по углам втыкать, ты можешь контрест строить. Так это шкалявы. Да, но сейчас, увидев все вот это, Хавк должен просто, хотел сказать, стелепортироваться. У него нет телепорта, он продал. Ой-ой-ой. А он пока не видит из-за ночи ни одного протектора, ни второго. Да, он думает, что это арчиста, да? Вот если бы это было, там, две арчи и все, то, может быть, это бейс работало, но сейчас точно нет. Ну, и опять же, нету второго уровня архимага, хотя он мог прокрепить. Да, было бы два... Ну, хотя бы мы все равно бы решили эту проблему. Ну, наверное, да, разницы особо нет. Все равно до третьего не докачать. Ну, вот динайд. Ну, все, я думаю, что минутки две, да, до протектора. Протекторы же отбиваются от такой темы, да? Да, один протектор, если готов, то это все уже, пугается. Да, ну, у Хавка сейчас... Если бы у него реально был телепорт, он мог просто как-то ливнуть отсюда. Ну, все равно, это все равно проигрыш. Потому что даже если ты ливаешь, у тебя не экспанды, ничего, здесь уже ханты, выпивается вся мана, и бегом мешать хуману экспанд ставить. А ЕТ еще нет. Т2, Т2 ты качешься? Да нет, тяжело. Ты же плохо играешь. Ну, если бы я на месте эльфа вот в такую ситуацию попадаю, когда хуман так, то для меня это фривин уже все. То есть дальше уже тяжело что-то сделать хуману. У него первый уровень героя, ну там, ладно, второй. У тебя ханты, ты начинаешь его развлекать. Как же мочат, ты видишь, как мочат? Ну, как-то, ну, гвардовская, кстати... Ну, ладно, тут все равно не решит два протектора, это без разницы. Ну, вообще, ну, да, вот из-за... Не, протекторы очень жестко сносят пушку, очень. Да, да. Там же разные типы атаки, типы защиты, самое главное. Ну, вот это, как я, о чем я и говорю, то есть, какую-то непонятную фигу я попробовал, но не дошло. Ну, если бы, если бы, если бы, да... Да, это БО-5, он решил потратить эту попытку. Да, и дальше продолжения нет никакого. Там Кипер третий, можно ливать. На самом деле, я не понимаю, почему он не выходит, тут невозможно уже выиграть. Ну, хавк не такой, он же прям... Ну, может раскликаться. Да, это самое, до конца будет сражаться. Я уверен, что он понимает, что это уже проигрыш, но, может, хочет раскликаться, может, думает, какую карту следующую взять. Ты два, он заказал. Все, нормально, продолжает играть. Сейчас Блэк Смит поставит, все нормально, в реклов уйдет. Правда, Кипер третий. А вот если бы сейчас... А сейчас уже Архмаг не убежит никогда. А Кипер еще и с сапогами, то есть тут Архмаг... Да не, не, забей. Не, ну а вдруг? Так что, ну, ТП сделают. Ну, а потом все... Ну, сейчас да, уже, а минус Архмаг. Ну, сейчас... А где, где Кот? Почему Кот не помогает? Хотя... Опа! Ну, да. Сейчас, как сказал бы Соник... Сейчас кто-то ливнит! Пишет, у меня такое впечатление, что Нитрон уже видел эту игру. Да они все одинаковые, ребята, на один манер. Если да, если наиграл по одной и той же стратегии... Вот это один из минусов профессиональных игроков, потому что для них это рутина, понимаете? Просто это стандарт, особенно если... Не, ну вот эта игра супер нестандартная так-то. А, ну тогда ты должен комментировать с большим энтузиазмом, да? Должен, но если бы игра была конкурентной... Да, вот второй барак был под Хантресс. Ну, выбор на самом деле спорный. Но, опять же, Фогги сделал этот выбор, исходя из того, что это было 5 серии, чтобы во всех следующих играх... Хаб и Сави Экспанд проверял, сколько бараков, есть ли Хантресс Холл, будет ли его пушить или нет. Потому что в одной... Если это была Best of 1 или Best of 3, возможно, Фогги не стал бы так делать, потому что этот пуш с хантами на этой карте, это такой all-in-чик, который не работает в большинстве случаев. То есть у Хумана всегда будет 3-й Архимаг. Крестка, сейчас потаймим. Последнее, что мог сделать тролль в своей жизни, это кинуть сетку. Вот, и Элема очень хорошо это отбивает вторую. Армию как атакуют. Криппинг под Архмага, смотри, Архмаг выходит такой. Но здесь останется вся остальная база, остальная армия. Да, Кипр четвертый, Архмаг немножко отстает. Покупает светок лечения для... Кого? Для трех футмайнов. Для двух, скорее, футмайнов. Слушай, а как будет? Следующий финал венеров? Слушай, я тут просто комменчирую, не знаю. Глазеров, говорят. То есть готовься. Готовлюсь. А, так что-то энтузиазма у тебя нет в голосе вообще. Ну где это самое? Боевой, не трон. Да я тут просто. Самый легкий матч я уже проиграл, так что. Остальные сложные. Блин. Я вот думаю, может против Хавкорка мы опять пожимаем. Я уже натренился. Когда? Когда ты натренился? В ЛА? Не-не, я вернулся тогда в Москву, я сыграл 30 игр за Орк. 30 игр? А, ну тогда. Сколько это, за два дня ты наиграл? Да-да, ну это как раз моя подготовка к турниру. Е-пресс АТН. На Зельф что-то не идет, у меня там 8-8 стат, а за Орка 2-к1. Ну, я понял. Я понял. Почему иногда были какие-то проблемы с микроконтролем у тебя? Ну, не успел, я-то что-то. Блин. Ну, понятно. Да-да, очень логично, очень просто все. Тут падает Бладмейд, Шухавка. 28 лимит на 37 уже, издевательство еще в свиток лечения. Смотри, как распределяют. Красиво. А где герои? Героев нет, героев все в алтаре. Ой, ну Фоггис, Арчуна ровно месть отдает. Ну, минус все рабочие. Минус большая часть армии. Кипер почти пятый. Пятый кипер, ё-моё. Пеньков третьих, да? О-о-о, пеньки. Пошли энты. Ну, как бы турнир. Мы тебя посмотрели, как бы. Я не понимаю, зачем они играют. Просто потратили здесь. Жизнь так коротка. Ну, там сразу-то три лорницы. Ну, конечно, если уж на игры, то потратили здесь. Может быть, разыгрывается, чё? Армию игрока такую. Там уже и в чатике. Хавк, ну не томи. И ну, Хавк ещё можешь затащить. Сейчас Фоггия отдаст дирижабль над лесом, и всё. Да, иди поможет. Три раза отдаст дирижабль над лесом. Ну, нет. Ну, хотя да. Там Т3. Там медведи. Ну, хуй минут 25 лимит. Есть такое дело. Пандарийский выходит. Потихонечку криппинг начинается. Ну, а с кем ты хотел сыграть? С Люци. Это понятно. Ты уже сыграл с Люци. Я ещё как. Хотел сыграл. Нет, переигровки-то не будет пятой. Уже вроде замяли дело. Из этой пары. То есть, проигравшей этой парой. Слушай, ну, как бы, объективно, как бы, тот ещё задрог. Тяжело с ним. Тем более, мы два лимфа, там, не будем надавить нас. Хотя попробуем нахуй надавить ещё. Ну, не знаю. Вот сейчас мы смотрим. Может, он мне покажет гайд по выигрыванию Хавка. Ну, сейчас ты видишь, как Хавка можно выиграть. Естественно, я хотел бы играть с Хавком. Да нет. Потому что Хавк летел сюда на самолёте. Он ещё через 2 часа уже спать начнёт. Да, есть такое дело. Вот. И он явно не в своей боевой форме лучше. И поэтому, естественно, с Хавком хочу. Тем более, сейчас вот посмотрю гайдики, видосики, как его обыгрывать. Поставлю орка. А за орков ты играешь, соответственно, в эту имбовую форсер, хатхантеры. Против всех разов. Ну, да, это. А что будет случиться без коленок? Блин, пошли эти лановские темы. Ну, что, Хавк рассчитывает на дисконнект? А, ты думаешь, что Хавк рассчитывает на дисконнект? Да нет, я думал, ты уже про зондируешь почву на случай. У тебя же тоже есть... Шнуру вырвать? Да нет. Там ногами ты можешь там дёргаться? Да. Сейчас так оп, фоги вылетают. Извините. Кстати, сюда пришло большое количество товарищей из Владивостока местных. Завидели себя там смотрим. Видел, да? Молодцы. Молодцы, пришли поболеть. Если вы из Владика, тут доступ бесплатный, приходите. Приходите, общайтесь, смотрите игры. Ну, вон, Хавк уже красную крепит. Вот. А ты бы уже в середине второй там был. И непонятно, что бы у тебя там было в середине второй. Пандерийский дышит. Нормально дышит. Он контролит, он раскликивается. Возвращается армия, дыхание хорошее. Блин, мне казалось, что медведи должны были быть ещё 4 минуты назад. Там, наверное, химеры уже выдвлекают качество. Армию игрока такую же. Вроде виспы на месте. А на что он деньги потратил? Не знаю, мы же жене подарок купим. Странно очень. Реально, это же было минуты 4 назад, минуты 3 доделалось. Ну, где-то медведи есть. Они вон где-то ходят, проверь. Один медведь на мейне простоит. Я не пойму, куда он деньги потратил, интересно. А может быть такое, что игроки вылезли и компьютеры играют? Компьютер сильный. Да. Может быть. Армию игрока атакуют. Так, сейчас увидел, что пытается от красную докрипить. Хавк пытается крипджекнуть. Погич, вы посмотрите. Урона вообще нет. Урона просто не может забрать. Рифлоф апнули. Хорошее дыхание второе. Кот прибегает, сразу умирает. Хотя тут все равно все оранжевое. Уже видел Блейда против Старбака? Нет, нет. Когда у Блейда было 20 левоцей. На пятый панк? 40. Ну, он орка был. Ага. Так, и что там? И он умудрился все-таки выжить, выжить. И за счет инки выиграл все равно. Но? Я не буду спорить. Ничего. Эльфы-то еще имба. Блин, Фоги реально душит. Просто душит. Я понимаю, чтобы он душил, так отвлекал. И нычка ставит. Если ты пыльянычка стояла, он, например, за 5 минут назад, да? Куржиллопрогище. 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 плащ и жжение надо танковать передать и могу я вернется ты кстати знал что если гиганту в инвентарь положить плащ и жжение и начнет все его нет это ерунда ты пробовал или не работа это на него жжет что ты несешь на ходу просто нейтрон придумывает троллер троллякой просто да пусть не троша ближе к микрофону или гурина микрофон и так же у меня во рту куда ближе да не он далеко от него да и он иногда знаете он бубнит бубни там что-то я не трошу сегодня нет а микрофон нет работает работает проверка звука я вижу что работает просто привычка не сформировалась добил четыре медведя панда протектор так и надо я тут главный панда не качается не ново живой живой хавка но плохая жизнь зависит от того как авция чувствует на ее такие игры без морали жесткие ну если вы играет наверное ему все равно так ну продолжается 40 лимита почти сравнялись такая шаг классно был выпадет ну кстати кольцо выпал к сожалению сейчас 6 на рабах 6 на рабах об всем до пульту трону к вставать на пофиг сквозь у армии бежишь убивать мэйн ферму пока не элюминатор и главное прикрыл экспон понимаешь фогена серьезных чах вообще играет панды на половину 5 у него у него все отлично ну а хавк ушат будто за миллион долларов ультимативный матч века ну лучше как бы в винарах но ладно я не буду сейчас начнется флешбеки у тебя такие ну зачем зачем падать куда-то да не падает тут не поднимается на колочку еще можно такое сделать с детства по лазерам все нормально flame strike отличный у меня так и было всю карьеру не троши шути пожалуйста чуть громче плохо слышно так задержка 20 минут ребят я уже начал шутить давно а подожди то что же задержка придет они не смогут подготовить снова шутить да ребята извините мы пустим запись какие час пропушит до 2 продажи 82 плюс 20 лимита 6 6 4 на 4 3 не ну хавк из такой ситуации еще пытается отыгрывать у вас тяжело для хавка микрофон для хавка микрофон я поэтому вообще с этим что я даже этот держать некомфортно мне 8 часов еще отбивается фогич овца блочит сейчас явление не ну и на чудесах реально сейчас после дыхания а дыхание не будет потому что свиток лечения отличный рифлы пытаются от медведей покатить но что то не получается ветер метели глаза а потом вот после таких игр пишут вот как foggit 25 минут там уничтожал хавка вообще тут ничего не можно сделать лиш Victory г г ребята это победа победа если побежишь от céu пять чем а тебе понравилось как я ворвался всегда просто мечтал вам показывает игроков а ты еще не может сиди там что-то водичку выпивает ладно мы переключились уже на фоге че все порядке у нас да но у нас есть главный по продакшен друзья сегодня у нас особенный турнир мало того что он пресс происходит во владивостоке замечательные участники конечно не без проблем не все доехали проблемы с переносами и дрим хаками ло лайт отказался из-за азиатского дрим хака фогича не выпустили из беларуси из-за к вида что это кстати очень странная темная история что значит не выпустили за кого надо пусть у разбраина поинтересоваться он все детально опишет делаешь эти опускают хочу монастырь смотрим на сеточку я не в курсе не будут дезинформировать каким-то чудом люция одержал победу на нейтроном не трон может прокомментировать эту ситуацию чурсурно чудеса бывают но не трону не трон не унывает он находится в нижней части сетки вот и он ждет проигравшего фоги хавк собственно сейчас мы с не трошей который немножко замылен потому что я нахожусь дальше чем нейтронная да я отъехал немножко назад всем большой привет впервые у нас такой какой-то продакшн вчера вечером все настроили спасибо аспиранту за это если вы во владике приходите в компьютерный клуб хороший микрофон до россии красивый красивый длинный микрофон дутаны клубу борисыча кстати мы тебе футболочку же привезли ты уже подрезал футболочку фирменную не тебя там ждет футболочка щегла наверно такая же у меня еще есть дома где-то старая версия да они хорошие там печать хорошая плотность 150 хорошая но такие они средний легкий среди легкие и стираются отлично рисунки да ну смысле не стираются стираются этот стирку переживает ради востока это недалеко от петербурга ну да чуть-чуть там green screen снизу что-то трется да это потому что у нас тени от на самом деле если мы поменяли немножко переставили свет поставили бы его по центру если бы мы свет поставили по центру чтобы он светил между нашими креслами то не будет этого темного засвета я уверен мастер ближе калере у нас и собралась очень отличная компания есть все зачем ты это делаешь михаил я не знаю я не знаю михаил все же вроде вроде отлично было так и зачем пока раньше времени тыкать мы же не знаем кто там будет кто на каком месте поэтому нет смысла так ой видишь засвета уже почти нет между нами это май это шмаги 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 видишь вот отлично ну что возвращаемся к игре так чудесная карта позади да расскажи нам про название лаз пожалуйста вот что ты знаешь про название лаз знаю что foggy выбрал нестандартный криппинг и вместо огра начал крепить зеленую точку с не понимаю зачем это делается может быть нужно делать все что я не понимаю тогда будут победы потому что сверху ты можешь найти бутылку маны это не наказывает ранее раз не никак не наказывается причем там можно ставить барак чуть дальше как я делал против люция и тогда и вообще не надо чинить виспами там они бегают туда-сюда и выманиваешь тратишь ресурсы на починку да ну и соответственно мент или гуля там моего не отменяют из-за чтобы барак далеко стоит вот на avl все эльфы эту точку крепили эту это зеленую или какую или желтую ну смотри есть есть плюс так эту точку хорошо крепить против орков например и против андетов потому что после нее ты виспом скаутишь если андет или орк крепится в свою зеленую продолжает то ты можешь в наглую побежать закрепить экспант ты успеваешь огра как минимум убить понял вот и тогда у тебя преимущество может быть foggy хочет также сделать увидев что хав побежит ставить эксп он прокрепит экспант и у него будет доступ поставить его раньше сейчас многие азиатские эльфы они выбирают устроит экспант сильно раньше не так что ты там вышел в т2 второй герой дриады а потом экспани строит его прямо на т1 до т2 еще там ну иногда против кого еще раз против хумов против хумов да и соответственно архимаг еще не третьего уровня сложно отменять и ты за счет там прикопки и колодцы ближе строишь к экспанту можно как-то отбиваться и хуман если даже тебе его отменят то он потеряет очень много всего а ты получишь много экспы элементами и футов вот мы посмотрим но видишь foggy решил не бежать на экспант побежал определенно что вторую армию игрока атаку некоторые хуманы здесь на этой карте крик от экспант с ментами возвращают их и у них очень быстро третий уровень хороший диск но сам капки на вот естественно ну да вот хороший получает третий уровень и быстро кликают и 2 и давит я очень очень быстро на этой карте можно получить третий уровень у него эльфа еще не будет даже близко особенно если такой прикрут выбирать или и помешать умой получить третий уровень тоже не может он приходит я пушить прям на базу даже стоит экспант настроить но очень тяжело то есть такая сложная игра но как похоже но он не из тех ребят которые в принципе без зарядного артефакта без бутылки маны без высосал его киманы тяжело здесь будет нахарасить но тратить нам на футов это еще больше если прикопку использует может убьет 1 еще еще xp получит так подожди давай про 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 топовых умов как не относится к топовым хумам в мире нет хорошо в мире кто чими к таксу романтик 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 не знали с ним почти не играл даже тот вот тут убить юнита чтобы он не добил очень сложно все религии пушки купил значит экспант что там с экспантом не будет это будет 2 пошел нибудь думаешь странно ничего не пришло а что он хочет шредера купить насколько время армию игрока атакуют сейчас будет шведер и бегом бегом не успел а может не успел потому что здесь атака очень хороший но это очень сильный удар ну это опять же Это донор, да, кто-то хотел сказать? Ну, фигня какая-то, то есть, ну, вот повезло, окружил хотя бы, у него стикеров придет, хотя бы пройдет. Да, это хорошо. А так вообще, лобуда. У меня микрофон уезжает, я не знаю, там аспирант беспокоился, что далеко от микрофона, если бы вы видели, как... Он держит микрофон, как рэпер, знаете, ты просто где-то в другом месте у него микрофон, просто вот в ухе где-то. Да, в конце трансляции я его брошу, просто и уйду. Да. Сколько там до третьего уровня? Уже близко, да? Эта точка даст? Да. Кипер. Ну, почти, почти. Маны мало. Маны мало, третий уровень толком ничего не даст, там будет две прикопки, если будет, то одна. Ну вот, экспор достраивает. Ну, а, пандурик. До времени довольно много прошло. Сейчас бы не окружился. Ай-тай-тай-тай-тай-тай-тай-тай, близко, можно было попасть в окружение. Ну, за отбутовку обратно. Хватит, сейчас они буты. Ай-яй-яй. Ну, пока, в принципе, более-менее. Могаз бы втыкнулся. Могаз бы. Могаз бы. Могаз бы. Могаз бы. Могаз бы. Могаз бы сейчас. Ресурсов не хватает, все идет на портностроительство. Ну, как будет башня, тогда я буду и... Сейчас дыхание будет хорошо. Сплетит, чтобы не по всем попало. Ой, сейчас Кипер третий получит. Замешкался на секунду. А ему нужно было продолжать вправо бежать или влево пытаться? Влево, вправо. Очень хорошо в его пользу. Ну, это считается рано. Угу. Этого все равно не видно на стриме. Ну, хорошо, что бы стоял. Что это за флаг? Да его не видно на стриме. Не прийдет сейчас камера. Ладно, давайте. Там Росбрейн с флагом. Так, и переключаемся на игру. Не отвлекаемся, не отвлекаемся, друзья. И так Нитрон тут сонно комментирует, блин. Флегматично, абсолютно. Ну, выиграл бы, может, по-другому. Да, я хотел тоже сказать, что... Хоть и 20 лет играешь, все равно неприятно. Как называется этот флаг? А, это американский флаг? Нет, такой. Я что-то измазнился. Ты просто северян или что? А, коммунистическая партия США. Она же у них там была, да? Активная, в шестидесяток или в каких-то? Смотри, тут Харас подъехал. В тридцаток, окей. Харас подъехал, панда второго уровня. Город васаки. Дааа. Вот, Лерчан, горва, шахта. Виспы страдают. Манны у кипера нет, и панды манны нет. Кутов не убить. Сейчас отменится шахта. В принципе, хороший. Подождите, ухавка сжидая ситуация неплохая получается. Нормально, нормально. Плюс у него сапоги есть, он всегда архимагом может убежать. Ну и телепорт есть на всякий случай, если что. Ой, сейвит Виспа. Отступает. Минус Арча. Каким Макаром Арча умерла? Она там об барак запнулась. Ааа. Окей. О, смотри-ка, это баг. Панда показывает второго уровня. Ай, таки. Две панды у нас непривычно. Да, да. Я думал, что он взял панду сразу второго уровня. Удобно, да. Патч новый. Может подороже, да. Сразу второго уровня берешь. Слушай, ну то, что шахта два раза отменяется, это очень-очень хорошо для хавка. Надо было давно в этого вархмага тыкнуть все. Что такое? Что? Что? Как? Как? Пинг. Ёпреса, блин. Все было, на самом деле, очень-очень неплохо. Какой пинг? Там он... Ну как, ёпреса. Его убивали полторы секунды, блин. Там ошибка, ошибка, естественно. Ёпреса ты... Я не знаю. Давайте на эту хавку покажем, я не знаю. Чё-чё-чё случилось? Мотошоп и слезки пририсуем давай. Ну это очень обидно вот так сливать. У него ситуация была хорошая. Причем самое что смешное. Против меня он так не сливает героя. Что это за фигня? Да... Да это страх фоги. Хавка может лучше намного. То есть он играет, ну реально, на 50% от своих возможностей. Да... Может быть так на него перелет и все остальное влияет. Это на самом деле нельзя исключать, потому что это очень тяжело. Ну хорошо, договорились. Не, третий... Понимаешь, на этом турнире третий я никак не могу занять. То есть это либо четвертое, либо второе. Почему не можешь? Потому что Люциферу я больше не проиграю. Ну... Ну... А чё ты сейчас не можешь? Ну я говорю, либо четвертое у меня, либо второе. Ааа... То есть ты считаешь, что не проиграешь ни в коем случае Люциферу? Нет, теперь уже нет. Я разыгрался, отшлёпывал его по максимуму. Ну ладно, это рано об этом говорить. Ааа... А в озерах тоже по 105? Да, и как раз сеточку наблюдаем. У нас два ноль... Ты вот ещё раз льёшь говно и хавку тоже? Да, да, да. Плюсы есть везде. Если что, пораньше пообедаю. А зачем? Там же пицца вроде была уже. Ну рассказывай. Вот мы... У тебя, кстати, лысины иногда хромакеем рябит. Надо было в зелёный губ. Красиво так вот. Ещё не поздно, кстати. Или шапочку одеть зелёную. Друзья, всем здравствуй. Я не знаю, что это за прикол. Я видел вас с этим флагом на протяжении разных путешествий. Вот. Окей. В игру давайте. Пишут, нейтрон стал занудой, постарел. Спасибо. Ты подчеркнул очевидный факт. Так, и осталось только счёт правильно написать, и всё будет хорошо. Что у нас там по бустеру? Как он там отобразится? Хавки явно у нас не ведёт со счётом 1-0. Ситуация прямо противоположная. Американская Народная Республика. Да. Да. Американская Народная Республика. Альтернативная история. Могла бы быть. Ну что, давай на Last Refuge. Расскажи по крипрутам. Ну, а очень часто здесь играют тавернского героя. Вот он пошёл у нас. Да. Скорее всего бестмастер. Фогги Дарку не играет. А выбора больше-то и нет особо. Ну. Будет бестмастер. Будет криппинг обоих игроков лабы. Фогги, скорее всего, попытается украсть Преста внизу. Если Прест воруется, даже если он там сдохнет, это всё равно очень большой плюс. И вот там основной вопрос, будет ли это второй медведь или вторые кабаны. Ну, это тоже зависит. А вопрос, типа, экспант будет у Хумана или нет? Ну, скорее всего, будет. Мне казалось, что начали уже играть. Это Хавк, он упертый, он всегда в Экспант играет. Просто тенденция вроде такая. Блэйд бы не был без экспанда. Да, да. Хуманы и корейские тоже начали отходить постепенно от экспанда этой карты против Беста имеется. Да, потому что Бест не самый сильный герой. Если быстро второго АМКу взять, раскачать его, то тяжело Бесту. То есть за счёт того, что он вначале какое-то преимущество имеет до того, как Престы выйдут. Ну и то, это преимущество нивелируется частично Престами. Но их можно очень хорошо захарасить с двух сторон, разводя, потому что они всё-таки очень дохлые. Там по 200 хп или сколько там. Кстати, Аспирант пишет в личку, что 7 утра сейчас по Москве. И нас смотрят, кроме того, что на Гудгейме, 500 человек на Ютубе и тысячи на Дзене. Я вот не знаю, что эти люди... Что такое Дзен? На Яндекс Дзене появились трансляции. А, ну это где старушки вместо телевизора теперь смотрят игры? Вот я не знаю, кто от нас в Дзене, друзья. Если вы хотите... Это как ВКонтакте трансляции. ВКонтакте в Одноклассниках, да. Но, возможно, там есть люди, которые для себя в 2021 году открыли Варкрафт. Или открыли его снова, играя там... Много же времени прошло. Короче, друзья, заходите на goodgame.ru и отмечайтесь, пожалуйста, в чатике, каким макаром... Кто вы? Кто вы те люди, которые смотрят трансляцию прямую на Дзене? А у нас финал турнира крупного по Варкрафту. Это не финал, это полфинал. А, или ты про тот финал. Это финал. Это я не душнил. Смотри, панда первая. Панда первая. Голема... Голема сдавай. Слушай, ну вот сейчас хавку надо сразу Т2 заказывать и все. Я бы вышел. То есть экспант против панды вообще не надо ставить. Какие-нибудь там два барака панды? Ну так ты идешь в Т2 и все. Панды... Панды огромный минус, что хуман может не дать ей... Ну расплыть. Дядька, ну расплыть. Ой, какая боль. Подблочь, подблочь. Казалось бы, простые вещи, да? А, пристал. Ё-пэр. И он прокрепил... Второй уровень на хумане. И здесь еще... Да, это такой старт. Ну вот качать начал очень, очень, конечно, оптимистично. Надо... Если... Да там тролеют нормально все. Ну второго-то нет. Там очень долго. Смотри, у него Арча умирает. Как умирает? В углу сверху. Кто-то умирает. Арча. Нормально все. Да... Не, ну вот я соглашусь. Я теперь понял, почему. У хавка реально какая-то... Слушай... В фоге какая-то вот... Не, есть такое, да. Ну, может быть серьезно. Может он сегодня не в духе. Это... Хуманы на самом деле раса. Чтобы ей играть хорошо, нужно контролировать всю ситуацию. То есть если ты начинаешь косячить, шаг в сторону, шаг влево, как... У тебя обо всех рабов сдули. То есть это очень сильно решает. Ну вот, видишь, в итоге он точку не закрепил. А у него все коцано. Он сейчас все мунвеллы выпьет. Ну и хавку Т2 уже запустил, нет? Должен запустить сейчас. Ну пожалуйста. Да у него... А, у него... Он уже крипит? Хавка из панд, крипит? Да он боится. Крипит, крипит. Закрепил уже все. О, третий архимаг, смотри. А у панды еще... Блин, ну так колемов хайш. Зато рунный браслет есть. Ну да. Очень полезно. Флаги ГГ, а тут нечто смотрятся на карте, кто постарался. Это... Где тут флаги? Мистер Лайт. Там флажки есть, вон смотри, слагатель. О, блин, ничего себе. Это прикольно. Да. Друзья, я вижу, что есть подропы, но это местный интернет. На локальные записи будет все окей. Покажи базовый флажки, пожалуйста. Т2 только запустился. Колоссов мало. Но панда третья тоже хорошо. Соло панда он будет делать, как думаешь? Ну, до пятого точно. А там посмотрим. Окей. Ну, не вижу смысла брать кого-то еще. Это ты... Либо пушить... Запушить вулын. Хочешь дарку, например, взять. И рабочих сдуваешь, и даркой добиваешь. Там много скелетов. То есть тоже такое бывает. Ну, и сама связка дарка панда, она тоже... Даркой первый, правда. Она очень хорошая. Да, помню, да. Даркой с сайленсом всех затыкаешь. То есть для лейта это неплохая связка. Но если ты не сможешь нахарасить, то панда не вырастет в уровне, и так и останется третья. Это тяжело. Вот когда такую панду видишь коцаную, куда-то вниз бегущую, и думаешь, что это иллюзия. Угу. Ну, инвентарь прокликиваем, и все. Ну, это кажется, что все. А прокликать инвентарь надо успеть еще. Да? Надо подумать об этом. Может, он много чесал в этот момент. Игра сложнее, чем вы думаете, ребята. Ну, со стороны, да, конечно. Просто прокликать инвентарь, как бы, это кажется, ну да, просто. А так можно забыть и подумать об этом. Поздно ткнуть. Нидрон сейчас отдувается за все косяки игроков. Не-не, я проиграл сам. Никаких косяков. Не-не-не, я не про текущую ситуацию. Он защищен. Он лоббист. Он лоббист профессиональных игроков. Что такое? Отменяем тэч. Зачем? Рабов подстроить. Убери ты с шахты, пожалуйста, братишка. Я не знаю, почему он. Хватишка. Он может промахнуться, кстати. О, хорошо. Да, может быть. Все. Теперь надо башню строить. Ну, кстати, вот так вот панда, знаешь, вот он сейчас всю ману потратил. У него хп нет. Он сейчас выпьет все колодцы. И если хуман придет к нему прямо на мейн, и панда будет тут пытаться дуть на всех. А футы распличиваются. Ну, в общем, можно поджать. А можно и не поджимать? В хавк ждет экспанда. Ай, блин. И как раз под экспанда приходит. Ну, экспанда-то экспанда. А что он на мейне, как он там рабов будет лечить? Надо приста купить, что ли, чтобы он там хилил по очереди. Ну, у него же все рабочие стуки убрали. О-о-о. Да, это проблема. Ну, и панда, если что, вернется с персоналкой. Правда, за это время, пока откатывается персоналка, будет здесь такое количество людей. Сейчас в хавку нужно скупить все, что есть в этом мерсенарии. Угу. на половину. На половину. А еще две дуделки осталось. Дуделки. Сейчас, ребят. Ракурс. О-о-о. Красота. О-о-о-о. Вышка же все равно сгорела. О-о-о. Ну, сейчас бы свиток купить хавку, и он бы мог тут прямо и... заканчивается. А так... Такое дыхание, ё-моё. Панда, шутка. Игроката. Блин, и криппинг здесь. О, лора. Случайно. Ай-яй-яй. Лорницу не трожь. Не трожь лорницу. Ну, зато он отвлек его, и панда не успела она убивать там. Шутка дня, да? Блять. Да, просто не трожь и нужно после этого, судя по счету и судя по ситуации в игре, скорее всего, он будет играть против Хавка. Орками. Орками. Да и альфами невозможно. Ну, невозможно! Мы же видим, что ничего не сделали. Слушай, ну, Фогги играет просто имба панда, первая какие-то страты. Так возьми, ты ж за панду умеешь играть. Он уже использовал эту. Это одноразовая стратегия, она уже использована, понимаешь? Понятно. Бум. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Да, неплохо. Не трожь лорницу. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Сейчас. Ага, диспел мне изучает. Здравствуйте. Да, да, да. Не успели. Ну, у нас одна лора была, да. У нас одна лора была, да. И такой Шреддер, е-мое, я туда не пойду. хавк это 48 лимита и нечем отбиваться и магазинуса нет опа и экспанда нет здесь выигрывает хавк пока что все неплохо еще бы свиточек купить ё-моё дыхание парк как же надо две арканки т2 давай брейкеры погнали давить не в принципе все возможно сейчас только надо отойти не прокачивать зря панду не знаю есть такой какой-то челик в интернете который играет первую ногу вторую панду может он решил скопировать его ну и человек смотри футы с дефенсом их надо как-то замедлять убивать может для этого то есть без второго героя ему бы тяжело было отбиваться но панда него была бы 5 уже сейчас мне не было бы как не было бы экспы у ноги сколько ну 22 и 3 ну посчитай нет ну ты по и поэкспе посчитает сколько тут осталось 275 270 а у ноги 240 хитрец какая но сейчас была бы 5 на ну да да все просто коцаны на и еще панды бы получала 15 процент бонус на xp нас и 2 сал да разве я вот так за все годы так и не понял 20 30 15 3 кажется все одинаково получать да просто вся пирит про эту бонус на на самом деле этого нет ну свиточек есть у хавкулика да и должен быть здесь есть у гладмага ну здесь тяжело отбиться очень тяжело как тут и не обязательно пропушивать сейчас прям да он уже давит у него сейчас строится вор и музыка вот одну лорницу у это самое конец аркан каркан каркан арканов санктом хромысины ой какой дыхание кривая брутышка дэмин лору как свиток на всех ну и сейчас будут проблемы с производства медведей надо сваривать отсюда было вот это уже непонятно зачем кормежка идет там барак выбивает ну вот минус тролли минус еще ну да вот это лишнее ну ничего страшного блин на игра напряженный на самом деле нам подрошу с это самое с со своим комментированием из серии да тут все понятно не не нифига не понятно это ты говоришь что уже все гг я всегда за это за непонятно ну вот но с хавк мог только что на отступлении пробежать купить два свитка в левом магазине но не сделала то а зачем он хотя сейчас против панды и на там брейкеры не будет мясо строить или в целом проле это есть футы еще не умерли просто как сдавать это кормить я согласен все равно лимит 50 у тебя и деньги на руках вышел из лимита у меня походу у него нет вообще рифло базы он только да ой какое дыхание медведи какой-то странный крипт джек здесь может могут осадиться все нормальный а там присты подошли рядка сдохла мишка сейчас святоклечения они рифленый все-таки есть блог 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 айт 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 знает кем блоге играю за орков тоже но я к тому что против против фоги у топовых орков шансов больше чем против дайса например ну естественно ну потому что фоги играет алхимика второго это очень плохо работает он выигрывает тупо за счет то что на две головы выше то есть играл бы он панду 2 но а там не один у себя доме гимна панда дима алхимик мнение кипер а кипер просто против форсира хит хантера вторая панда ну просто у меня уничтожает для массовой афоги почему-то не скоро играет алхимиком его это чуть таковы не пропущен раз да 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 я очень удивился мы это и мы эти игры смотрели то есть это фоги он но он уже не может советует никого воспринимать может воспринимает он советы что ты что рассказываешь ты ему советовал реально нет он же с пухом он очень восприимчив к советам и он проверяет тему конечно пух знаешь уговорил что фоги отбился от рук перестал слушаться во первых деньги за завтраки уже не отдает потом после этой трансляции будут мифы а пух кстати его уже не тренинг гоня 4 смотри ладно хорошо пошли гипогриф как раз у него есть одна арча чтобы посадить люди поднять это грамотно на феррике феррике но но панда 5 между прочим а да это конечно же это проблема надо будет а там правда три себя два света это жестко ты знаешь кто это сейчас попить слышал да но не смотрел это и не зря его трансляции на интернешнл смотрят больше чем оригинальные так это подпуш как бы сказал соник он любит этот слов замечал как говорит так подпушивают подпушивает куман подпушивает ну вот кей панда первая то есть решил ну как верят чуть-чуть чуть-чуть выкладываться да и да не работает панда первых руб как серьезный как серьезно а нет как несомненно супер серьезный мы просто против фоке становится и гнём и вот это и вы мешает все прекрасно знаете так многие против happy того же начинают зажиматься играть неверно совсем но мы с тобой еще продается поговорим да у него тоже с этим не сложности да у всех они психологическая части варкрафта она больше даже важно чем технически вот так по уровню игры по микро и всему остальному хавк фоги вообще ничуть не уступает но все игры все матчи что они играть вместе об играет это локтями честно здесь поверить себя в этой игре уже шансов фогич почти никаких ну да естественно тут можно хавку отступить начать там танки строить просто чисто против панда 5 самый лучший да я ну панды просто надо не хватит панда врывается нам крест у нее есть банда хороший герой минус только в том что нечем танковать если демон то сам слова урон наносит и танкует моноберны жестко решает там на пятом уровне если до 6 дойдет тут тоже жестко тупо да она у кипера например на шестом очень очень крутая лечилка которую никак не отменить вот в этой страте связка а у панды ничего нет то есть ульта это и такая себе то есть она сильная конечно но пока ты в ульте ты не можешь дышать а это основной да и у панда о дерево на наших бьет знаешь когда панды революция а тинкер панда вот это крутая связка и 10 химер и давай поехали интересные стратегии пошли у серый кардинал там пришел почему у вас яндекс n связи со старушками телевизором простите но докажи обратное да нет не тронт шутит естественно нет и со старушками с телевизором имеется ввиду то что например в одноклассниках и вконтакте трансляцию подсовывают людям которые вообще не знаешь что такое варкрафт они запускают какую-то там страницу или проматывают свою ленту и там эта трансляция висит и засчитывается как зритель хотя они даже вообще не представляют что это они просто проматывают и и дальше и все что такое трансляция скажи вот обычным людям работягам которые сейчас смотрят нет они не понимают трансляция не знаю что то варкрафт ну что такое варкрафт для стариков которые до сих пор верят что еще могут что-то в этой жизни а если вы это смотрите то вы тоже старик и пора вам уже детей не атака затянулась смотри 60 80 68 лимит на 33 1 игре хавк тянула резину теперь фоке решили позаниматься можно думать что наш шестой уровень ему поможет может тоже думает может он думает о том почему же хавк в первой игре не выходила это его сейчас больше всего да ну во что-то хорошее панда врывается дышит flame strike вся армия бита кто-нибудь может меня ответить на вопрос зачем мы играем в игру которую г.г. пишет фогги где наш миллион долларов ну что фогги проиграл кстати кровать заправлена все хорошо видишь возможно используют часть картинку знаешь на эту часть камеры просто не заправлять каждый раз картинку подставлять так ну что ну и теперь посмотрим под традиции хавк должен сделать 2 2 интересно что же за карта будет а сейчас посмотрим фогги думает да зря рано и начал фанится поставили давайте еще на хавка посмотрим там вместо хавка пустое кресло поэтому смотреть не на что и у лица тоже и у нейтрона почему-то тоже пустое кресло чтобы даже крысланит у него чуть-чуть ладно почему предыдущие карты нельзя было хотя бы приблизительно так сыграть это вопрос к фоге я понимаю почему нельзя было сыграть какой-то пандой нелепой и чтоб игры были ближе или он тебя пытается подкалывать хочу меня подкалывать не знаю ну к чему он написал потому что он хочет конкурентную борьбу так и что у нас амазония да ну такая своеобразная карта очень маленькая если хуман чуть-чуть где-то прошляпит начало то дальше терпит всю игру ну очень легко ловить на крепе второй демон тут заходит отлично ты его быстро крепишь ты не даешь хуман укрепиться и и и и давишь тут будет зависеть от того что хавк будет делать здесь опять же есть два варианта некоторые крепят третьего архимага без экспанда то есть первые две точки потом с ментами бегут крепить мы вывить их кобальдов в центре и после этого менты крепят сами уроков хуман бежит к тебе уже подпушивать у тебя еще третьего уровня нет он уже со вторыми элемами давит такое можно что типа не может не мог и выиграть так хавк отошел видимо водички попить что происходит у тебя нет прав админа я пытаюсь обновить сетку мне не обновляет сетка и она к очень странно реагирует болен еще еще этим заниматься тоже что дождем спрашивает спирант напиши кому-нибудь из на сайте удержишь и редакция есть и там репортеры есть и фанде напиши еще вас хватает моментов чтобы тыкать в разные стороны ты же участвовал во вчерашней настройки знаешь каково здесь нам о не успел так все спят не фанда не спит ну ну погнали поехали посмотреть амазония сейчас фоги такой ой опять зуб надо прописывать он уже привык так посмотрим как не правильный счет правильный счет доброе утро 7 51 на часах да 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 доброе утро друзья сейчас там биллатор прошел недавно кто не смотрит пацаны ну-ка плюсик в чат кто смотрит равно ну что на этой карте будет расскажи ну фоги будет стараться скорее всего получить быстрый третий уровень хотя если увидит что хавк бежит крепить экспант он побежит кипером сразу туда ну видимо как он любит будет пытаться диспелить элемов пораньше это все дозированная информация абсолютно бесполезно на что ты хочешь слушать все игры одинаковые один бежит крепится 2 бежит крепится какие-то шмоточки находит потом дерутся ну и кто выиграет тут кому повезет больше эта игра везение ну надо сказать фогги выбрал рискованное место для барака он обычно сейвови ставит привет привет бонник всем друзья доброе утро и трон на гуфа захочет москва лучше городе на что это должен говорить я жив испанно разве . так хоп-хоп готовится уже чуть было было близко очень это стандартный кстати соль у соника все время так прям боишься отопьет сейчас каким-то чудом не добивает или добивает не пытается почему-то ускорить крик до конца а он экспант пошел вот это да а сразу на экспо есть такая фишка некоторые делают типа чтобы 3 получить x поставить 3 хорошая шмотка возможность поставить а вот мы наносовали но футман все видит архимаг уже несется сюда но в голем успеет умереть остальное это и не важно основной на шмотку забрать сейчас еще развернется големчик парламентов это баланс называется ты прибегаешь скипером 3 0 удачи и сразу бутылку пытается реализовать да правильно я тоже из тех кто считает что нужно по максимуму преимущество получить сразу они ждать хорошо там я так делаю когда это уже ничего не решает то есть можно в начале использовав шмотку если ты уверен что тебе даст преимущество безусловно да да жилет не стоит и ну во всякие я продаю сразу сейчас еще и денег больше да как я почти все продаю бутылку хп бы продал скорее а почему сейчас большой ну а почему большой инвул раньше 200 адрес 40 опа не кривей раз игрок он не будет третьего сейчас надо счет это закрепно а кипер уже третий все при копчика 2 часы футы поедут в алтарь можно вот в такой ситуации когда ты за эльфа ты такой ну понятно тут уже выиграл до следующего серьезно здесь очень тяжело когда хавк увидел что крепит он эту точку бежать смысла нет уже все то есть надо свои блоки но какая чё ты сделаешь голем уже мертв вот он пришел в итоге ничего не сделал футов потерял такое впечатление что тебя посадить рядом с хавком на денек на другое все у него с матчапом все будет хорошо он исправит эти вот очевидно но если только я буду видеть обоих игроков есть целом да на самом деле посадить кого-то рядом со мной это тоже очень много даст это это очень много дает несмотря на то что мы вроде как уже много лет задроты но взгляд со стороны он очень важен и очень решает минус три где-то будет ой почему 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 антам плащик все равно хотя просветка было наверное не стоило пускать вода ведь да там можно было не тратить ману а потом а про есть а он не окружен еще сейчас понимаем пока у меня было мало да и если просто на самых-самых красных пандарийский пивовар у панда по полной программе шредера берет сейчас хлеборез нарежет нарежет рабочих он очень дикий урон наносит просто дичайший такой урон еще без поп не хватает вообще можно было бы здесь убить если песка были все еще бы висок подогнать хороша более но в чем здесь проблема в том что побежал побежал да это сразу игрок выиграл то есть для этого нет ничего лучше как бы его задача получить третий уровень и пойти харасси акси в итоге приходит окна пришли даже никуда идти не надо там и хуман не прокачался ну погоди сейчас мы 2 харчи подрежем с молотком если интервью хавка будешь брать не говори так идет давать не тронет будет играть против хавка жалко вот как ты после после вот этого вот фребольного комментирования и просто вот налево направо песочи не хавка будем вот он очень говорит хавк отличный игроку но он так как хозяевка но не может собраться против меня может он сейчас соберется покажет вам такой микро это кажется что шутка но на самом деле нифига не шутки но ты еще за орка выше играть резать мнение да не это шутку вопрос конечно зель но посмотрели серию час еще одну посмотрим но уже без комментариев не трону не трон займет позицию это вместо фоги да как меня пинает сша зачем он зачем он нычку-то отменил не пойму он ее не ставил я прокликал вроде экспанс троуз лора была лора да вообще в таком странном месте интересно что его харасси вархи марта да да от зинта как а что мы вчера брали в китае в этом бы в ресторанчике как она называлась до пикану лентау до этого не было где ладно ну короче похоже город в осаде маржи карбин карбин да не забей как тебе что-то хорошо но не теряя рчей вот отводить нас контроль даже знаете озере баш вот аккуратно может бат бат работает еще очень внимательно еще возьмет на первом уровне кстати отчеты против этого на их уайлз в магазин этот ставки взял кипер уставка не хватало капец ну я не успел я могу на думать об этом там реально можно было убить его кого а ты его убил с кем с кем с кем ты играл сюда ну там да там и так прошло но очень хорошая игра была там а калитов перевязали я такой думаю так оставлю это сработало мощный там и гули умирали все потом я в один момент ну вроде как пушу вроде как строят рядом и а где не смотрю у меня уже шесть штук слева стоит я так знаешь как обрадовался было отлично вот как в компании играешь на данном конкурсе хопа подкрепа пришел а тут наоборот у нейтрона идет став страховки нейтрон мы тебя верим ты сможешь ты что боишься видео угрыжал когда если выигрыш не эти головы я бежу тебя семья я должен аккуратно вопросов это всего лишь игра жизнь важнее же зам не услышим мы может как-то все-таки вместе сможем противостоять этому качку ты его уберем как посмотрите соберем все вместе конструктор или пазл так но в это время фоги в очередной раз пытается завершить игру теряет ряду делай дров больше лимита хлеборез опять начинает работать панда в дирижабле хотя у нее маны нет все равно как бы хотя нет если здесь надо дыхалку ой сейчас кто-то ливнет дыхание отличное на пару рабов рабочие эвакуируются мы умирает смысле умирает за нам бегут это могло бы быть параллельной вселенной рабочие возвращаются но инком и нет 37 на 42 если это ключей на панда пустая мк 3 между прочим тут можно неплохо раз раздать сервинар бы уже выиграл сейчас шедро под шумок может если вот контролить вы таки давай насуем его минус 3 раба просто секунду ой козел 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 к панда на дирижабле уходит да можно просто боль медведь да не подожди тут эльф отдается нет нет не отдаются ладно если с экономикой если был экспант и еще шредер такой диверсии но это страшно жестко шабанда контролем развести на молоток но вдруг о смотри беляк кайфовая я там голос нейтрона слышу как сыграл ой сейчас не троши расскажет как сыграл как сыграл юрец отсосал не трон еще живой все нормально смотри панда серепортируется дыхание оооо какая боль и аспирант сразу подарок за такой отличный вопрос дарит не ну вообще серия получилась хорошая то есть получилось на боевая на наступил 03 слил я был больше был расстроен хорошим ничего там экономика будет у хумана не особо да ты и дирижабле подставился мк в это время 4 но пока у альфа экспанда нет теоретически можно до 50 лимита как-то дожить правильно пока можно тяжело конечно тем более когда у тебя один архмаг без телепорта на мэйне прибегает срочно возвращаться но правда и козел на самом деле может отсюда не улететь если что мк подойдет тыкнуть по дирижаблю на лимчик да и мчик немножечко нейтрализован сейчас михаил о баш сразу молоток бог 4 уровень правильно про иногда хочется пятого побыстрее пандарийский невидимый ну прям вот ненависть пошла максимальная душнилова со стороны фогича просто вот таких эльфов ненавидит кого не трон играет вот лоб не я по-мужски не трон мастер бесять экстрат короче он брал орков исключительно для того чтобы трейдерами поиграть или рейдерами по забегать бэйс трейда это наше все все вот еще да я кажется помню даже в танки играл чисто чтобы паразит это самое по подушить не играл но только на деньги все минус все рабы и до свидания козел давид нормально похочешь сын какой просто прийти в лоб и убить не знаю без майна сложно будет долго еще ну что минус main не спасет main спас молоток сейчас кто-то ваш ваш хорош перехватывай перехватывайте плин ближе 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 нет денег там баш 35 процентов кажется так что довольно вероятен был более но вот это уже нормально нет дропов на самом деле много после этой игры мы скорее всего переключимся на на стрим напрямую на гг друзья потому что что-то что-то не вытаскивает и стрим его держитесь держитесь друзья добивает сейчас голема на красный но когти сейчас лечу отдаст вообще будет норм сколько там 1 xp не хватает танки четырех ну как все-таки хавк держится на последних и так но армия далеко а медведи уже здесь начинается массовая лично починка конечно все боятся о подрывник подрывнику и минус мэйн о нет и панды и архмаг на инвули еле елемка врывается кидает молоток минус прист 1 час архмага могут любить свиток у 5 мк но сейчас только одна атака на самом деле он может с пятым умкой выиграть бывает такое бывает но фоке не будет драться он просто начнет летать мы остатки более дирижабли у него в разводе разводы опасно может м кайзен виза откуда-нибудь болтяру закинуть и будет больно о я кстати прошу аспиранта скинуть еще раз продублировать дискорд сушащие мышцы от 6 станет и вообще все нормально конечно сейчас прямо осталось ему персоналочку хотя бы взять наверно персоналку нужно брать его идти и делиться и коллективы кинуть продать бах на какой же мк просто батя заходит врывается и все рассыпную обязательно кто-то кто-то умирает привет спроси у нейтрона чем по жизни занят очень интересно он не признается гад чем занимался месяц в лос-анджелесе до подрывника побежали смотри ну чё мы его разговорим он поиграет в лазерах потом дойдешь жить эксклюзивное интервью набраться . посаде я не буду брать его пытается убить экспант мэйн заканчивается но через три минуты довольно много подрывники идут вовсю еще здесь подрывник минус спрашивают чухо хавк помятый ребята хавк летел на самолете и 7-часовой пояс разницы ему больно еще подрывники хавк открывается ребят хавк открывается минус экспант подрывники идут очень мало здоровья раз-два-два здания стоит какие каточки до конца ну что ты сможешь с хавком справиться последнее здание последнее здание хавк пишет гг и за это давайте посмотрим на хавка он может закончить карьер но полицию по лицу кстати непонятно кто выиграл то проиграл потому что что у хогича что у хавка одинаковое выражение лица и сейчас мы переходим в не переходим мы конечно еще пока но скоро перейдем друзья мы напоследок вот не трон перед тем как мы ты все еще в турнире да еще в турнире тебе предстоит сыграть матч против самого хавка сейчас показать ты будешь играть за это как ты будешь играть думаю что через первого героя так фарор чей пару криппинг на какой карта неважно так потом хантерс холл все страты выдает будем стараться размачивать размачивать в парах победил такого длиннее волос с хавком точно не надо с хавком с фоги да можно попытаться не хобы часом хочешь поговорить до хав готов хорошо отлично так мы еще на сеточку смотрим следующий матч не трон против да 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 лузера начинается какое расписание говорят что сначала до light главный тогда будет финал получается сначала лет говорят ноги смениться вставать окей сейчас я только должен старт трансляцию перезапустить друзья сейчас мы попробуем избавиться от дропов путем отправки потока в другое место так что держитесь друзья сейчас у нас ненадолго трансляция остановится где-то на минутку держитесь мы что 8000 дропов на 4 часа это все равно много владивостокский интернет по 1 процент нет это нас не устраивает как раз давайте сделаем паузу